Приветствую всех друзей, вы на канале Шедвилл Плей, меня зовут Дмитрий, друзья, мы продолжаем с вами экспедицию в Рим и сегодня начнем усмирять Африку. Ну как, мы начали, два региона уже наши, но сегодня нужно будет подналичь на вот этот вот, это первые наши недрузья. И ниже, поскольку южнее, по-моему, нельзя... А, уже южнее можно спуститься. Значит, и южнее есть регионы, в которых мы побываем. В прошлой серии сюда нельзя было спуститься, теперь можно. Ну ладно, это и к лучшему. Ну что, давайте сразу попробуем взять силы этот прекрасный наш регион, атаковать Форпост, 8 часов, джало, захват Форпоста. Ну давайте, еще плюс к этому вот это еще надо будет, инфраструктуру следом тоже штурмовать. Единственное что... Единственное вот что... Единственное вот что, нам надо кое-что с вами, только не здесь, сделать с Центурионами разобраться. Кто нас пойдет атаковать? Центуриона-то у нас... Ладно, я предлагаю, давайте сначала мы доедем до нашего отряда. Хотя это двойной путь, ну ладно, нам надо с Центурионами разобраться, там у нас совсем все плохо, и претарианцев поставить кое-куда. Давайте, поехали. Так будет, наверное, проще. На нас, правда, нападут раз двести, но все же. Ну вот, пожалуйста. Расские передвижения. Сегодня вы довольно быстро продвигаетесь. Ваш отряд решает недолго, остановиться в небольшом поселении у дороги. Идава вы успеваете спешиться, как вам подходят двое ничем не печательных мужчин. Приближившись, они снимают капюшон, и выясняется, что это римляне-эксплораторы из Лейджо Викторис. Тот что? Постарший, почтительный приветствует вас, отчитывается о том, что они наблюдают за берберским войском, и целью нападения станет Тазербул. Так, похоже, у вас достаточно времени, чтобы подготовиться к атаке. Чего? В какую-то регион вы собираетесь напасть? По совету с вашим соратниками, эксплоратор предлагает несколько вариантов. Подбить место соединника, разворовать вражеские припасы, получите меньше добычи за эти бои, но у противника заметно снится защита. Давайте защиту снизим. Эксплораторы помогают вам составить план, у них большую подработку с местными, и они утверждают, что знают, кому именно из союзников можно обратиться с таким поручением. Отдохнув еще немного, вы вскакиваете из седла и оставляете эксплораторов заниматься подготовкой. Вам известно, что в данный момент никто не защищает Тазербу, и если не разместить там легион, ваши приготовления кажутся бесполезными. Что за Тазербу? Мы его что, захватили? А что такое Тазербу, реально? Люди, а что такое Тазербу? Он разве наш? Я только один регион вижу. Это не Тазербу. Это Тжало. А это? Это Аполлония. Какой Тазербу? Мы же его еще не захватили даже. Ты ему что-то понял? Я нет. Раньше ж мы их видели просто, теперь вообще нифига не видим. Что за Тазербу? У нас два должно быть региона захваченных. Но один я вижу, а второй реально не могу понять какой. Вот этот что ли? Вот этот, по-моему, наш. Да, это наш? Ну, дай посмотрим. Нет, синий походу, нижний. Нижний походу. Да, внизу. Тазербу здесь что ли? Да. Я не знаю какой-то регион. Какой Тазербу. О чем вообще речь идет? Отправить легион. А, вот Тазербу. Обалдеть. Он наш оказывается. Чего он раньше не отобразился-то? Легион, сюда быстро. Так, мы пока заедем. Ладно, легион приедет, мы заедем. Да, вот он, ниже наш. Водоем. Это вода, наверное, да, наверное, вода. Все, мы уже здесь на месте. Это источник. Во! Дубильня. Стоп, 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 стоп. Так, скорость надо снизить. То есть сейчас тут накликаю беду. Давай легион захватим. Лесопилка как раз нам нужна. Легион, давай отбивай. Вот это правильно. Вот тут мы с вами первую атаку и выждем. Через два часа наша уже будет. Окей. Да и сюда можно. Сейчас вернется и отправим сюда его. Так, враг, враг идет. Как мы будем отбиваться? Не знаю. Три часа еще. Ой, е-мое. Ой, ешкин матрешкин, он же здесь. Успели, но вернуться не успели. Смертельное жало. День такой же, как и все другие. Вы движетесь по бесконечному виду тропе. До самого горизонта, простирается в пустыне. День не останавливается, отдохнет на небольшой кучке камней. И вдруг подпрыгивает и сдает вопли с пугой и начинает дергаться в корчах. Куев. День не натипериметрение ноги, степень тяжести средней. Пострадавший, вы узнаете, что ее ужалил Скорпион. Сам Скорпион уже убегает вдаль по песку и машет лапкой. Но предследовать его смысла нет. День не получит от этого никакой пользы. Сейчас помощь, ну, замечательная. Особенно перед боем. Просто замечательно. Просто чудесно. Но мне, правда, все равно. Так, лояльность, сколько дней? Вечно. Риска-то нет, но мы ее не вылечим. Потому что нужно его в наш госпиталь. Но хотя бы не помрет. Что будем делать? А нельзя мне напасть на них? Я бы их быстро разбил. Но я уже не доеду сюда. Автобитва. Я бы хотел поменять Центурионов, но чуть-чуть не успел. Поэтому придется воевать тех, кто у нас... Да тут, в принципе, и отряд такой приехал. Сила армии 1592. Мы его должны растоптать. Единственное, что у них опыт с нашим нулевым, конечно, не сравнится. Но зато у нас это... Боевой дух лучше. Ладно, давай, Гай Волкатул, вспоминай. От тебя избавляться точно не буду. А вот этот парень, наверное, уйдет. Там посмотрим. 90% шанс выжить. 100% победы. Размер трофеев. Риск неподчинения. Хотя вот парень может тоже... Со счетами. Лекарь. Может, Лекарю дадим шанс. Ранний ребил. От кого мы избавимся точно? Мы избавимся... Да, Лекарь нужен, по идее. 100%. Давай, мы тебе дадим. Прокачаешься. Доверяю тебе нашу атаку. Протяженная линия. 10%. Защита игрока. Резы Центурионов. Минус 10%. Давай. У нас такая огромная армия. Мы, вообще-то, должны их... Мы их затоптать должны. Но поскольку у нас неопытный мистер Ребил. То есть шанс, что мы проиграем. Да, он вообще неопытный. У меня только конница. И, собственно, может лечить. Потери в бою. Минус 22. Минус 23. Еще чуть-чуть. О, сработал. Наконец-то сработал. Впервые в жизни, наверное. За всю историю. Ну, атаковать там нечем. Сразу признаюсь. Но мы уже практически первую фазу выиграли. Просто сейчас палочку-ка. Минус 37. Но лука нет у нас. Но мы их так задавим. Резы командира 5%. Так, бой, столкновение. Атака. 20% защиты игрока. Минус 10% рассредоточиться. Давай рассредоточиться. Не будем на рожан лезть. Не будем на рожан лезть. Мимо прокачать щит надо. О, конница сработала. Конница сработала. Потери в бою. Давай. И опыт набираться надо. Я думаю, кого оставить нам или никого не оставлять. Боевой дух легиона минус 5. Когда же у нас поднимется? Потому что боевой дух-то легиона. Что-то есть. В защите-то работает. В бою вряд ли. В бою не очень. В бою на защите ничего не работает. Но в защите он хорош, конечно. Что-то будет. Три ари. Ну, почти закончили. Все, 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 все. Так, скоро будет разбито. Подать пример. 25 резец центурионов. 5. Боевой дух легиона. Численность 5. 21. Минус 200. Пропавшие легионеры. 100. 67 раненых. Отсутствующие воины. Минус 200. 100. У меня будет сразу минус 80. Или держаться до последней численности легиона меньше. Ризвессон, давайте подадим пример. Покажи, как ты умеешь. Нам одного центуриона надо... Нам одного центуриона надо это потерять. Я рискую им, видите. Я им рискую, но мы получаем по полной программе от всех. У нас ничего сейчас... Ох ты, и кто это прошел? Все у меня сойти. Иконница, и этот. Вот это я. Давите, давите. Хорошо, пошли. О, еще и атака прошла. Ризвессонтрионов минус 5, и 20% составляет. Ну, он неплохо себя вот этот ранний показал. Боюсь. Очень много прошло... Этих. И защиты, и атака даже прошла. Своей конницей единственной. Это очень неплохо. Это все. Победа. Численность врага минус 500, минус 23. Боевой дух. Численность легиона 82, минус... Давай я боевой дух поднимем до 26. Все-таки это наша атака. Сините, милите, эксалтары. Никто не помер, я надеюсь. Из центурионов. Нет? Надеюсь, что нет. Ранее ревел прокачался. Прокачался. Что-то мне кажется, что не прокачался. Ну, ладно, прокачался. Хорошо. И защита сработала. И атака относительно неплохо. Вот этого... Титтервера надо убирать и ставить более опытного центуриона. Там у нас он есть. Два рабата. И нас динарио защитил регион. Молодцы все, короче. Все молодцы. Так, всем вернуться на базу. Вам тоже вернуться на базу. Нам с сестрой еще надо поговорить. Этого нашего, как его там... Спартанца. Спартанца-гладиатора. Так, ну, поехали. С чего начнем? Той ночью старый раб Легата пришел в казарму и готовил нам еду. Я сам доложу, он творит чудеса своими пайками. Так, нам надо Дионеру отправить в госпиталь, иначе она никогда не выздоровеет. Дальше будем думать. Так, госпиталь. Дионера. Ты не выздоровеешь, ты в курсе? 78 часов. Это многовато. Так, улучшения. Ну что, мы дотянем не до третьего. Госпиталь, нам не хватает второй дубильни. Близко. Потом сюда и сюда. Дальше уже по обстоятельствам. Будем качать все на свете. Ну, пока так. То, что до третьего... До третьей плавильни доползти все-таки нужно. Так, что еще хотел сделать? Центурионы. Поскольку у нас уже пошло... Пошли битвы квадратиков, поэтому... Ну, давай. Посмотрите на этих зверей. Секст вакул. Может качать еще два. Эти нет. А он может. За 250 динариев... Начальное снаряжение. Нанять притарианцев. Подожди. У меня отряд такой. Тетир верн. Отправляю я его... Вообще нафиг, да? Ну да. Вы... Этого персонажа... И здесь я нанимаю Центуриона... С... Вот таким вот мегаопытом. Хотя тетир верн выше уровня, а Мидора уже стоит. Но здесь из перспектива прокач... А нет, это ж не то. Это ж не то. Ё-моё. Вот эти три не играют роли. Играют последние два. Тетир верн, в принципе, мне тоже не нужен. А кого б нанять, а? Вот мне интересно, а кого б нанять? Вот этого. Такое у него раздражение. Его в баню надо. Тетир верн у нас тоже был некачественный. Так Центурион у нас три получается. Блин, я перепутал вот эти характеристики с этими. Ну да. Ему качать и качать. Еще у него будет тоже две характеристики. Как и у него. Луки эти. Блин, уволил. Теперь опять нанимать. А еще кто-нибудь есть у нас? Люций Ворин. Ну, это все мои эти. Корнели Бальб. Это тех, кого я нанимал в притарианца. Блин, уволил. А теперь опять взять надо, да? Я поздно сообразил. Блин. Поздно сообразил. Я-то думал, у него столько характеристик. Еще есть куда качаться. Ну, публисекст Вакула нужно в притарианцах. Я ж его качать начал, блин. Ладно, возвращайся обратно. Подождите, а как нам притарианцев нанимать? Тем же Макаром, да? Может, Вакула вернем, а? Давайте Вакула вернем. Раз я этого уже уволил. У нас есть со щитом? Есть. Луций Ворин будет тут. Вакул, давай. Я тебя с Центурионов когда-то убрал. За твою нерешительность. Поэтому я тебя возвращаю обратно за 250. А Тетервер останется тут. А нужен он нам со щитом? У нас со щитом уже есть. Не нужен он нам. Со щитом у нас есть уже. Вот он. Блин, у нас такой уже есть. Поэтому я тебя и выгнал. У нас лука не было. И не было воина. Воин, артиллерист и со щитом. Ну, это осторожность, по-моему, не то. Квинт А3 я можно взять. За 175. Опыта совсем нету. Ну и что? Ну, артиллерист. Блин, давай его обратно. 350 монет. А не надо загрузиться? Ладно, не буду загружаться. Будем думать, что я его отправил повышать опыт. Ну, учить притарианцев, короче. Все, я нанял Центуриона обратно. 350 монет. На ровном месте. Давай притарианцев нанимать. Нам усмирять регион скоро. Так, притарианец пошел. Раз. Два. Сколько там их влезет? Два влезло. Где этот мой этот? Либо. Ты же прокачан у меня. Так. Клавдий, ты у нас Модостин. Довольство. Давай, лекарь типа. Бомби. Без тебя ж никуда. Это ж стиль игры. Есть. Луций. Этот раздражение я его, по-моему, не брал. Сколько мне еще надо? Троих. А у меня четверо. Ты был. Ты был. Ты был. Я тебя помню. Нанимаю. У этого раздражение. Равнодушие. Равнодушие. Лояльность. Ну, вот это берем. Ну, и один остался. Что, со щитом берем? Или равнодушного? Ну, давай со щитом возьмем. Больше будет толк. Надо еще по характеристикам, конечно, насматривать. Кто куда подходит в наши деяния. Ого, потратил 2350 еще на этого. Замечательно. Ну, ладно. А притарянцев я набрал, короче, сейчас все, сойдет. То я подумал, что открылись новые возможности у центурионов возможных. А нифига там не открылось. Я не туда просто глянул. Так, все. Что, все. А тут что? А тут ничего. Это наш отряд. И что еще хотел посмотреть? А, сестра. Сестра, сестра, сестра. Воссоединение семьи. А-ну, а-ну. Вон она, а-ну, пошли. Табат за мной. Сабини Юрсин, Олег Гагат. Надеюсь, мне нужно поговорить со старыми солдатами. Я приделал долгий путь, чтобы встретиться с вами. Так, это опять будет нас уговаривать. На какую-то сомнительную сделку. Доброго дня. Батю, что за честь поговорить. Меня зовут Сабини Юрсин. До прошлого года я был префектом проконсула. Ты был префектом? Лагер Леджио Прима Италика? Я не помню тебя в Греции. Я был там, но нам не довелось сообщаться. Не успели мы увидеться, как тебя уже поставили командой Тихтис. Как ты добрался до нас? Я ушел в отставку перед смертью Лукула. Слышав о случившемся, я понял, что должен найти тебя. У меня много друзей среди берберов. Они согласились помочь мне добраться сюда. Ты дружишь с Игнацием Наса? Мы с ним давно знакомы. Общались, когда занимались делами своих легионов. Но он мне ничего не обязан. Я ему тоже. Зачем ты сюда прибыл? Скажу откровенно. Ты отличный командир и верный наследник Лукула. Но несмотря на все свои победы, тебе до сих пор не хватает опыта. Ты проводишь много времени со своим ханту-бернием, участвуешь в стычках, а обязанности, присущие легату, перепоручаешь другим. Я этим восхищаюсь, как и бойцы. Но если простишь мне мою дерзость, тебе следует больше заниматься тем, что вдохновит солдат и пробудит в них чувство братства. Ваню построишься. Я уже проявил себя более чем достаточно, не нуждаясь поучения, бушу регионера. Я всегда открыт предложениями, стараясь стать лучше. Расскажи мне, что ты задумал. Одобряет, не одобряет. Рад слышать, думаю о том же числе, что привлекло тебе Лукулу. В том числе, это и привлекло в тебе Лукулу. По моему мнению, тебе нужно знамя, штандарт, который можно воздвигнуть на поле боя, чтобы собирать вокруг него бойцов. Сколько денег? Сразу говори, сколько денег? Я могу научить тебя, как сделать знамя во славу Марс. Такой символ способен изменить ход любого сражения. Дай угадаю, за это ты хочешь денег, да? Когда я уходил в отставку из Лигуэна, мне обещали щедрую пенсию. Я так и не получил ни единого динария. Ну и не получишь больше. У меня... Блин, опять морда... Блин. У меня есть жена и дети. Их надо кормить. Предложить тысячу динариев. Тебе ведь уже земельный надел здесь провинции... Чего? Тебе ведь уже дали земельный надел здесь провинции, верно? Я дам тебе тысячу динариев, чтобы ты обустроил все и упустил рост. Такой суммы... Блин, это жесть, конечно. Надо было лицемерие, пафос брать. Уже б сэкономил кучу... Я взял кулак. Зачем тебе кулак? Он ни разу еще не пригодился. Ну ладно, давай тысячу так тысячу. Очень щедрое предложение. Это очень поможет моей семье. Спасибо. Очень рад. И когда дальше что делать? Я нарисую чертежи, по которым можно будет сделать особый штандарт. Вроде того, такое вдохновляло нас, когда я сражался за Прима-Италика. Тебе останется лишь отдать чертежку внизу, чтобы тот изготовил фигуру для штандарта. И это все, что ты намерен делать дальше. Поведу здесь ночь, поприветствую старых знакомых, а потом вместе с друзьями отправлюсь домой. Благодарю тебя, Урсин, и желаю безопасно добраться. А я желаю тебе славной и победы доносной войны. Эти земли прекрасны, но суровы, и таят много тайн. Пусть ум твой остается остер, и, возможно, однажды мы увидимся вновь. Че это было, Цинцинь? Нас обокрали. Так, у вас есть деньги, Цинцинь? Дайте хоть каких-то, я хоть едой обменяюсь на еду. Хоть что-то себе пополнит, ужас какой-то. 15 рабов есть, нужны нам рабы? Или мы их и так бесплатно получим? Наверное, да. Так, есть такое дело. Че это у нас горит-то? Че-то новое, как будто... Тут нового-то ничего и нет, ладно. Подожди, я зайду к кузнецу. А ты что мне подожди? Ты тоже должен мне что-то предложить. В улучшенном осадном снаряжении. Мы можем использовать захваченные ресурсы для постройки мастерской. Она очень пригодится в битве. Ну, это понятно, но я собираю не на то, малость. Так, кузнец, я бегу. Это кто? Где Нера? Ты же в больнице лежишь. При смерти, говорят. Легионари. Что ты уничтожил сегодня? А где этот чертеж? А, его выучить надо. Да? Чертеж выучить надо? Да. Штандарт Марса. Я купил чертежи, чтобы сделать новый штандарт, вдохновляющий солдат. Позволь, я покажу его тебе. Скажи, ты можешь сделать идолмарс? Украшение для знамени? Я ведь не скульптор, но указания тут очень подробные. Я думаю, что могу что-нибудь сделать. Возможно, у меня даже найдется подходящий слиток. Дай мне немного времени. Да, за тысячу сделаешь что-нибудь уже. Сколько прошло времени? Статуэтка Марса. Вот, держи. Неплохая работа для простого ремесленника, если мне позволено сказать так. Эти же хороши. Так, куда вы его засунули, этот штандарт? И куда мне его ставить? Статуэтка Марса. Так это ж... Суровая железная статуэтка Марса. Если украсить штандарт, это, несомненно, укрепит решимость всех гримлян, находишься рядом с ней. А сам его где делать? В кузницу, что ли? Наверное, да. Я целый день пью, словно бегемот, и почти ни разу не помочился. Куда все это девается? История умалчивает. Так, штандарт. Это как его вообще создать-то? С каким способом? Не знаю. Куда его засунуть-то надо? Еще одна... Еще одна головоломка. Да никуда, наверное, да. На какое-то знамя. Может, оно уже создано? Ну, кузнецу еще зачем-то его давал, нет? Наверное, давал. Тактически. А нет, есть штандарт. Шесть часов. Ну, давай. Разместить с орлом для сплочения в целевой местности. Ну, как ставили. Так это один я создам. Он сломается и все? Или что с ним делать? Или забирать его надо? Ну, ладно, давай создадим. Что ж я его зря делал? За тысячу купил. Шесть часов. Необходимо на притарианца назначить. Да сейчас назначим. Так, притарианца назначением. В кузницу, да? Отсутствует. Так, притарианец, кто-нибудь. Кто у нас тут умел? Вот, бомбей хорошо справлялся вполне. Все, через шесть часов будет готово. В принципе, можно еще что-то заказать. Тактически, например, заказать повязки. Повязки. 120 по 110 часов. Дымовая шашка. Это тоже для этих штук. Но тут обычные обломки. Пока не будем трогать. Вот от повязки можно. 15 часов. Пусть сделают. Уксусная примочка. Не хватает уксуса. Надо купить было. Ладно, две сделаем. Пусть будут. Все, пошли к сестре. А сестра? Дальде сестра. Легат, помоги мне. Что ты хочешь? Мне нужно снова найти мою сестру. Она опять пропала. Она слепая. Ты знаешь, куда она могла пойти? А мне приложу, как она покинула лагерь. Она слепа. Да и я о том же, да. Похоже, у нее к этому талантище. Зачем ей уходить? Она же, наконец, получила свободу. Ты всегда думал, что она хочет свободы, бестия. Но, возможно, это не так. Для того, кто никогда не знал свободы, нет неволи. Кто знает, что нет свободы, нет свободы. Да, я и правда никогда об этом не задумывался. Я знаю, что делать. Я найду ее и убью ее. Это единственный выход. Вы че, с ума сошли? Зачем вы ее спасали? Почему так решил? Я многое понял о жизни из разговоров с Синерасом. Счастье — это отсутствие страдания. Радость — это отсутствие боли. Я не могу подарить ей ни счастья, ни радости. Но, по крайней мере, смогу прекратить боль и страдания. Но, по крайней мере, я могу прекратить боль и мизерию. Я не об этом бестят. По крайней мере, я так не думаю. Синерас, чего ты бы его научил, болбец? Уже нас тоже вырежут. Я сделал вам такой вывод из твоих слов. По-моему, это разумно. Слепая девушка, никогда не знавшая ничего, кроме рабства и жестокости, одна в такой суровой, враждебной земле. Прекратив ее страдания, ты окажешь ей милость. Не делай этого. Пока она жива, она еще может обнажить... Обнажить? О, Господи. Однажды избавиться от страданий и начать жить полной жизнью. Тут много жи, жи, жи. Но, если я позволю ей жить, она пропадет. Она умрет, не выдержав страданий. Бестя. На кой мы ее спасали? По крайней мере, она умрет желанной смерти. Не решай ее этой свободы. Хорошо, она вольна страдать, как и я. Бестя способна с покладистой. Ух ты. Все притарианцы по 100 опыта. Все, с сестрой разобрались, да? То есть, она убежала и... И хрен с ней, да? Ну, тоже вариант. Но лучше, чем убить. Бестя, что там тебе дали? Покажи. Ты где вообще? Вот он. Покладистый человек два раза лучше выполняет все действия, которые он одобряет. Да? Честность, высокомерие, воинственность. Ладно. Ну, решили так. Значит, решили. Это еще кто? Тури, че тут стоишь? Ну вот, мы начали захватывать эту землю, но здесь все будет не так просто. В конце концов, это не Малая Азия. Африка уже была под властью Рима, но местные жители не оценят более твердой руки, чем того требует военное время. Боюсь, что в определенных случаях снова потребуется твое личное вмешательство. О каких именно случаях ты говоришь? В этом регионе Африки так много племен, что я даже не думаю, что у нас хватит цифр, чтобы пересчитать их. Легион силен, но немного похож на молок секста. Иногда для решения деликатной ситуации требуется приложить меньше усилий. Мне кажется, это входит в обязанности Центуриона. Делегировать обязанности — это действительно хорошая практика. Однако я считаю, что для усмирения определенной фракции потребуется подход разведчика. Я не сомневаюсь, что Ланжа может заставить замолчать любых недовольных аборигенов. Не все согласны с решением Ланжи, но встать на твою сторону. Главных вождей можно поставить на место на поле боя, но кое-кто все равно будет продолжать бунтовать. А еще хуже, если кто-нибудь попытается стать народным героем. Такие небольшие мятежи необходимо подавлять немедленно. У меня есть на это время нет. Нет, конечно. Конечно же нет. Но я это не предлагаю. Однако, так же, как и в Греции, я думаю, тебе следует поручать этот человеку, которому ты доверяешь, если Легион не может полностью усмирить определенную территорию. Мне все ясно. Поставь меня в известность, если возникнет такая ситуация. Запомнили, Легате. Если мы не позаботимся о беспорядках, мы не сможем контролировать территорию, которую мы захватили. Да мы знаем, усмирять надо будет. Тоже мне рассказывает новую историю. Понятно. Так, восполнить. Восполнить. И восполнить. А зачем я делал их в кузнице, если я здесь просто одной кнопкой восполняюсь? С теми же ресурсами. В кузнице только ждать надо, тут я все восполнил. Так, а что это такое? Тридцать метров. Ладно, у нас завоевание Африки. На кону. Пошли. Правда, Дионеру надо дождаться. Ну ладно, пока Легион возьмет. Соседний город. Дионер, я думаю, выздоровеет. Уже к тому моменту. Взять три. Три надо взять. Ну что, давайте брать. Вот этот соседний. Возьмем. Стой на месте, ты туда поехал. Легион. Выбираем. Отправь. Твою же дивизию. Как Легион выбрать? Вот так. Подожди. Главное не выехать с рамки. Выйдешь с рамки, все. Все идет нафиг. Так. Ну давай попробуем. Отправь Легион. Захватить форпус. Или может мне докупить этих воинов. Мало ли. Вдруг потерпим поражение. Давай обратно. Подожди. Там нам должны были штандарт наш уже приготовить. Шесть часов прошло, не? Да. Вот теперь пошли заберем. Остальное потом заберем. И как же мне его бросать? Уверен, мне на нем начинает становиться неловко. Удача не может ловаться вечно. В следующий раз тебя обыграю. Ты каждый раз так говоришь, но фортуна опровергает твои слова. Игра с тобой забавляет меня даже если я проигрываю. Мы можем найти другого повода выпить вместе. Ладно, если ты настаиваешь, то у меня в палатке есть бабки. Но на деньги мы больше не играем. Откуда у тебя бабка в палатке? Теперь на бабок будете играть? Значит, на вино. У меня бесконечные запасы. О чем вы еще тут говорите? Кажется, хоть кто-то досочувствует нашему делу. Пока Бербер сражаются друг с другом, нам будет легче победить. Но не забывай, сочувствуй время. Но страх вечен. Ты прав, но страх ненадежный инструмент. Управлять страхом — это искусство. Ему нужно учиться. Учиться нужно всегда. Ты знаешь, что у нашей Юлии Калиде я испытываю лишь любовь и уважение. Но ты не спрашивал себя, где она была последние несколько лет. Она как будто исчезла, как только мы вернулись в Риме. Вернулась только тогда, когда понадобилась Лукулу. Она говорила, что ей не нравится в Риме. И почему бы интересно? Говорят, что род Юлиев тянется до самых основателей Рима. Кому там и радоваться, так это ей. Я доверяю ей, насколько вообще разумно доверять такой одаренной шпионке, но она что-то от нас скрывает. Чем ему помочь, кажется, мы обзавелись тут неожиданными союзниками. Должен сказать, я впечатлен их небесным двором. Встреча походила на упрощенное подобие нашего Сената. И все же наше новое соглашение меня беспокоит. Если сражаешься в чужих войнах, награда должна быть пропорционально жертвам. Дианира, тебя там как? Вылечили? Так, оборудование есть. Стандарт Марса. Я его взял. Куда он добавился? Добавился он в руки. А, его надо засунуть вот сюда. Цезарь, у тебя есть свободное место? Давай сюда его. Будешь ты его бросать. У меня просто нет места. У меня просто нет места. Все. 25% оформлен. Неплохая вещь. Только он, надеюсь, не одноразовый? Я его хоть заберу? Дианира, как там твое место, укушенное скорпионом? Рассказывай. По крайней мере, на нашей стороне есть немного берберов. В племенном обществе подобном этому на большее надеяться не стоит. Я правда сомневаюсь насчет Ланжи. Приглядывай за ней. У нее такой вид, словно она знает что-то, чего не знаем. Тинерос. За всеми надо приглядывать. За Юлькой приглядывать. За Ланжей или Ланжой приглядывай. У меня глаз только нет. Интересно, почему некоторые старейшие не поддерживают нас? Это, как всегда, вопрос приоритетов. Они поддерживают нас до тех пор, пока наши действия совпадают с их целями. Так будет не всегда. Самый умный из врагов будет стараться подружиться с тобой. Это честные враги противостоят открыто. Честный враг добродетелен и потому язвим. Что вам, грекам, знать о добродетели? Ты думаешь, честно сделает человека предсказуемым? Непременно. Предсказуемость худшая, что может продемонстрировать командующий во время войны. Так, и осталась Юлька, да? А Юлька обычно стоит где? Вот здесь. Как думаешь, Небесный двор может послужить форпостом? Удача, что мы прибыли во время этого фестиваля. Или что это такое? Все важные люди собрались в одном месте. Но помни, что эти земли принадлежат им. Небесный двор это неконтролируемый центр деятельности. Невозможно сказать, кто приходит, кто уходит и каковы их намерения. Ладно. Так, я хотел еще это войско пополнить малость. Насколько это возможно? Где-то войско пополняется. Здесь. Так, восполнить. Сколько я могу восполнить? 515. Это максимум мой, да? Да, это мой максимум. Ну, хотя бы так. Бомби нет. Все, я купил всех, кого только можно. Можно идти штурмовать. Раз, говорят, Африка опасна, то я готов во всеоружии. Так, стой на месте. А ты давай захватывай эту территорию. Только так надо, чтобы не выйти с квадратика, иначе мы пролетим с нашим легионом. Поехал легион. Ну, я не знаю, нам стоит туда ехать. Ну, давай поближе. Это что? Серватория, давай сюда. Легион туда, а мы туда. Потом еще усмирять его ж нужно. Хотя территория не самая большая, согласитесь. С Малой Азией не сравнить. Может, тут, конечно, их сотни? Лего Викторс атакует в регионе Джало. Армия Берберов защищается. А как мы? Мы не доехали еще. Мы еще не доехали. Бойско солидное, конечно. У нас двое больше. Ну, боевой дух, конечно, упал. Ну что, кто пойдет? У нас прокачался вот парень. Ну, он на защиту его будет ставить. Петроний, пойдешь? Пока прокачаешь свою сраную логистику уже в конце-то концов. Давай, попробуем тебя. Лояльность ты наша. Пошел, Петроний. Построение. Ризли, командир, минус 25. Защищенный фланг. Давай. Мы сразились, получается, среди пустыни. Да, кстати, пустыня. Сейчас луком бахнут. Минус 22, область трофеев 11. Ну, Петроний тоже хорош. Если логистику ему завершить, с артиллерией это будет бомба, конечно. Еще и конница, и защита, которая не сработала. Замечательно. Два боевой духа. Не попали, бывает. Ну, конница эта почти всегда работает. Ну, тактика сработала. Еще артиллерию продавили, еще минус 95. По хребту попали. Как бороишься столкновение? Численд региона минус 100, численд врага 320. Защита игрока, воевали, агрессия игрока, защита игрока 20%. Давайте рассредоточимся. Раз, саредоточиться, минус 54. Чет нас рисую по чуть-чуть. О, сейчас получим. Я прям чувствую уже удар по морде. Прям чувствую, шлепок получили. О, сейчас не защитились. О, все прошло. Не держитесь, сейчас погоним вас в норы ваши пустынные. Это ответный шлепок. Просто когда бежали, упали. Нормально. Сейчас будет мощный удар. По нам. Да, просто великолепно защищаемся, мне кажется. Правда, теряем всех, кого не лень. Но защищается Петро, они просто замечательные. Ну, причем урон не наносим. Так, потому что выбрал тактику такую. Без атаки. Боевой дух региона 5, минус... Риск сантурионов 25. Не надо нам подавать пример. Боевой дух 5, численность региона сколько? Сотни потеряем. Каждый сам за себя. Численность врага минус 200, 100. Ладно, давай держаться. Каждый сам за себя, давайте так пойдем. Ну, покажи им. Минус 65. Да, тактика не очень выбрана хороша. Петроний, ты что натворил? Легион получили, минус 5. Плюс 5, минус 5. Да. Сейчас мы тут... Сейчас мы тут... На бою имя чувствую. Петроний совсем не знает, что делать дальше. Ладно. Эх, бесполезно. Ему защищаться надо, а не атаковать. Петроний, ты спускаешь мои деньги. Ну... Ну, конечно, да. Победа тут не дать, не взять. 1500. Численность врага 500. Боевой дух легиона. До 29. Либо разбить врагам. Давайте погоню совершим. Найдется. Прокачали логистику? Нет, еще чуть-чуть осталось. Ну, бой, конечно, хорошо прошел. Еще и безупречных осколков. Аж 11. Вот трофеи, конечно, хороши. Хорошие трофеи взяли. Прекрасно. Ладно. Захватили регион. Смирите лагерь в пещерах. Новая цель. Да, мы это захватили. Но тебе надо его еще усмирить. А тут я не могу, да? Лагерь в пещерах. Дайте квест. Я не вижу его. Погодите, я... Так, я понял. Ну, так, доедь же до центра. И мы заодно доедем. Повязку можно забрать. Заберем. Подождите. Загрызенный охотник. От обширной пустыни веет тайны и приключениями. Но на деле вам редко попадается что-то кроме камней и песка. Вот почему вы оживляете, заметив, как что-то блеснуло в сухих зарослях у дороги. Чтобы осмотреть необычное явление, вам пришлось сделать лишний большой крюк. А в большей части высохших остатках маленького азиса вы находите мертвого охотника. Явно растерзанного каким-то огромным кошачьим. Награбить труп. Ограбить труп и оставить его трупом. Похоронить его вместе с вещами. Дайте похороним. Одобряют, одобряют, не одобряют, не одобряют. Вы и так хорошо снаряжены. Религия этого человека явно велит хоронить его вместе с вещами. Они пригодятся ему в загробной жизни. Вы приказываете притарианцам вырыть ему неглубокую могилу под палящим взволцем в пустыне. Делать это непросто, но не повинуется вам, как всегда. Затем вы покидаете азис, в котором теперь стал одним трупом для грифов меньше. Ладно, все хорошо. Давай дальше. А усмирять мы где будем? Нам вот эту захватить, и мы прокачаем с вами кое-чего. Да и от этого не откажусь. Ну, мы доехали, нет? Доехали. Легионы, я надеюсь, чтобы далеко не ездить. Легионы не гонять. Так. Пообщаться, забрать. Дионера, ты не выздоровела, нет? 48 часов. Что-то ты медленно очень идешь у нас. Я тебя не возьму тогда на дело. Так, я беру все. Спасибо. Ну и усмирение. Ну, это все стандартное, конечно. И тем более в пещеру мы уже ходили в Малой Азии когда-то. Только опять идти при итарианцам, они у нас не очень так крепки. Я что-то не пойму, какое нам дает. Мы разгромили местные войска, но теперь мы получаем сообщение о том, что группа наемников совершает набеги на поселения в этом районе. Какое нам до этого дело? Теперь мы управляем регионом, обещая людям безопасность и процветание. Если на них регулярно совершаются набеги-разбойники, у них нет причин доверять нам. Вот так и начинаются мятежи. Наемники говорили, что почему бы нам просто не нанять их? Мы пытались. Они с радостью берут наши деньги, но не хотят сражаться за нас. Кроме того, я не уверен, что позволить. Шантажировать себя шайки головоризов – лучший способ завоевать доверие местных жителей. Интересно, что они делают со всем награбленным имуществом? Они устроили склад тайной пещеры, впрочем, это уже не тайно, раз уж мы знаем, где она находится. Эта пещера должна стать нашей главной целью. Давай всем покажем, кто хозяин в этом регионе. Ни один из них не должен ускользнуть. Пусть это станет недвусмысленным сигналом для любых других потенциальных разбойников. Разберитесь с наемниками, которые затаились. Хорошо. Притальянцы опять же будут это делать, да? Притальянцы будут делать это. Притальянцы будут делать это. Давай хотя бы этот усмирим. Да, всех, кроме Диониры. А нет, только доверенного. Ну, конечно же, идет Цеза. Я бы еще Синераса взял, так нельзя. Так, либо идет, потом идет... Кто еще идет? Секст вакол. А этот идет парень. Лучников два у нас. Я вообще Диониру отправил, но нельзя. Фронта. Луций Ворен. Квинт. Или... Ну, давай тебя, бомби. Надо было посмотреть, конечно... Ой, бомби надо взять. Он у нас уже не там. Ты у нас кто? Мечи. Ну, все, взяли, пошли. Щитовики, мечи, мечевики. Поехали. Надо было их нарядить. У меня оружие есть получше. Мы сразу нападем. Сразу. Тут очки без вопросов. 14 всего. Остальные где? А там же стоят. Так, Цеза. Цеза. Самый первый. Самый второй. Самый третий. Все, все в атаку. Сейчас будем их разбивать. Поехали. Еще первый ход за ними. Да не пробьешь ты. Да не пробьешь. Ой. Ой. Ой, отражение урона. Так, этот может что-то бросить. Яд. Ты с ядом со своим дурацким? Куда он побежал? Так. Не щадить никого. Кто бы они ни были. Сразу отрезать голову. А так будет с каждым. Так. Лучницу поджать. И дать ей по морде. Так. Лучницу поджать с двух сторон, я думаю. Ого. Ничего себе масштаб пещеры. Да, мы ее подожмем с двух сторон. Там потом посмотрим. Так. Это лучница на подхвате. Как только кто-то появится, она сразу выстрелит. Поэтому можно расстрелять пока вот этого. Вот это недоразумение, которое внизу сидит. 6-7 урона. Маловато. Можем подрезать. 6-7 урона. 75 шанс на успех. Тучность при позиции. Давай его расстреляем. Доспех увечья. Все, он уже не убежит. Прятались. Не высовывайтесь, там лучница за нами охотится. Ну, а здесь можно и поджечь, в принципе. Или не поджигать пока. Ладно, пусть горит. Рукопашный универсал. 15, выгорание и все такое. Все, я спрятался. Здесь отсиживаемся, ждем. Вы, я не знаю, даже можете не подходить. Ну, добей его, чтобы он не встал. Мало ли. Цель должна стоять. А что это такое? А? Это на случай, если. Все, стоять здесь. Ну, а вы подходите, я думаю. В принципе, это не помешает. Факел. Ну, все, прячься. Там посмотрим. Пока все. Они тоже берут факелы. Не дураки. Ого, сколько их. Вы представляете, сколько его смиряет регион? И они все натягивают лук. Да тот, кто появится, сразу получит стрелу в лицо. Не представляете, сколько их бить? Регионов-то будет тоже, наверное, штук 12. Сопротивление выгорания, как-то. И еще и увечья, и выгорание. Еще и стоит норма... Нормально себя чувствует, ребят. Ладно, мы вас перестреляем сверху. О, это не смогла выйти. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, этого 15. Подходи сюда. Кто нас ударит луком? А, сверху луком бахнут. Или кто? Не знаю. Что-то они как-то все агрессивно нас смотрят. Так, подожди. Ты можешь его убить? Давай. Крит хорош. Это было здорово. Так, а ты вот этого с увечья, чтобы эта тварь не встала и далеко не бегала. 8 урона. Хорошо. Прячемся. Так, ты... Можешь, в принципе, подбежать сюда. Если лука сейчас не получишь, ни с какой стороны, то можно его и убить. Хорошо. И вернись обратно. Так, вы, ребята. Будем заходить с той стороны, да? Ну, наверное, будем заходить. А что с ними делать? Пощадой не жди. Убейте вот этого. Хорошо. Убейте этого. Уживых не оставим ни каушеньки. Даже еще возьмем всякого добра. Факел получим. У тебя есть факел есть? Ты не дойдешь? Он не дойдет. Ты можешь чуть-чуть сюда. Так, лучников оставляем или как? Так, можем зайти с этой стороны, конечно, их расхреначить. Ну, тут поражение луком. Тут далеко не зайдет. Нет, с этой стороны нельзя. Давай двигаться в эту сторону все вместе. Уходим. Вставляем позицию, уходим. Прячьтесь за укрытиями, потому что начнут бить сейчас очень больно. Набирайтесь факелов. И прячьтесь. Мы должны защитить эту крепость. Удерживаем позиции. Так, осторожно. Тут опасно. У нас стояла, стояла, но пошла. Ну, пошла, значит, сейчас мы ее достанем. Раз она пошла, иди сюда. Нас пощады не жди. На. Восемь урона и увечья. Уже не побегаешь. Да, бывает такое, бывает, да. Жизнь несправедлива. Иди сюда. Не трать огонь, нам он еще понадобится. Четыре изнеможденность. Но мы туда не добежим. Даже если очень... Даже если очень постараемся. Нет, мы можем постоять тут, конечно, на этой части. Она попробует отбежать, а мы в это время ее прирежем. Вариант, ничего. Вариант, ничего. Иди сюда. Сюда надо спрятаться, и тогда мы выйдем внезапно. И они все офигеют. Ладно, стой здесь. Сейчас подтачиваем сюда вот этого парня. Она, правда, с этой стороны начнет стрелять. Поэтому... Поэтому стойте за укрытием, наверное, там, где и стояли. Да. Стоим на месте пока. Они не будут двигаться. Они боятся. А вот это может. Но у меня щит. Все. Отстрелялось. Еще минус одна. Так, а если мы станем тут? И начнем палить по ублюдкам. Далековато, но тут плюс один единис точности. При возвышении, я думаю, попадем. Урон и увечья. Хорошо, уже будет страдать. Все, пока ничего не трогай. Далековато. Можно зайти с этой стороны и стрелять в ту бочку. Было бы неплохо. Да, спрятаться только теперь негде. А так все хорошо. Относительно. Относительно да, но нет. Ладно, дайди сюда. Отойди, прикрывай их. Или пойдем все-таки с этой стороны. С этой стороны мы можем ломануться. Но тут три чувака. Да, пусть идут. Мы выскочим всех, перережем. Да и все. Да, давайте, наверное, с разных сторон. Ладно, пойдем. Лучниц прикроем. А ты можешь бросить факел у них? Нет. Отсюда. Нет. А если посмотреть отсюда? Бросай в лучницу. Пусть горит, тварь. Хорош. И соседи пусть горят. Подойди ближе, что ты боишься? Возьми еще один факел. Ралко бросить больше не можешь. Ну тоже ничего. Кто-то еще может подойти поддержать нас? Подойти могут, поддержать нет. Ну все, пока. А она не загорелась. Прекрасно. Защит у меня. Ой, они побежали. Ой-ой-ой. С какой же мы стороны заходить-то решили? Сейчас снимет с меня броню. Не смог. А этот сможет. Горим, да? Горим, да. Ослеплен. Отравлен. Что я делаю? Это не приближается. А вы думали, дураки, что я буду делать? Конечно же, я буду вас убивать. Это что? Защита. Активный навык. Подожди. Сейчас мы... Сейчас мы покажем. Это так будет с каждым. 13 урона. Сдохнем. Я их разбросал всех хреном. Так, я могу отсюда уйти, но... У меня уже нет сил. Да, я все-таки уйду отсюда. Я горю. Воняю. А лекарь у нас нормальный или так себе? Нормальный лекарь. Два раза сможет вылечить. Хорошо. Идите сюда. Спасите Синероса. Синероса не хватает, да. Все, отравление снято. Так, как нам тут спрятаться всем, а? Чтобы они нас не нашли. Мы, конечно, можем выбежать сюда. Швырнуть факелок. И не дошвырнуть его. Это самое страшное, конечно. И так оно и будет. Цель в укрытии. Цель далеко. Все. Бросил? Молодец. Главное, хорошо бросить. Остальное все фигня. Так, с этой бригадой все понятно. Что-то у нас загнали. Что будем с этой бригадой делать? Да ничего, заходить сюда. Опасно, конечно. Так, а ты когда нас догонишь? К Рождеству? Надо долго бежать ему за нами. Ну, все, ждите. Так, лучница не зря обходит, я думаю. Позицию. Берет факел и сейчас швырнет. Чудесно просто. Надо отходить. У них всех факел. Но огонь они, я вижу, не очень любят. Держивайте позицию. Хорошо. Тогда я тебе случница. Случница. Хе-хе. Извините, пацаны. Случница начну. Так, можно попробовать, да. Начать случница. И сюда. Пора им дать просраться уже. Сюда добьешь. Цель не видна. Чудненько. А эта цель видна? Блин. Крутись. Цель видна? Цель не видна. И еще более чудненько. Ну, давай сюда. А где ж цель-то спрятана у вас? Охренеть. Там цель не видна и там не видна. С какой же стороны стрелять-то в нее? Ну, дает. Ладно, прячьтесь тут. Отсидимся пока туточки. По лестниц. Серьезно? Ну, давай. Все так ближе, ты считаешь? Так, давай, отставший ты наш. У тебя щит должен быть уже здесь. Ты еле идешь. Так. Все, сидите пока. Че-то все выпалз. Вот, выпалз, так выпалз. Точно для лучников выпалз. Это плохо. Цезарь, что будем с этими делать? Мы же горим тут все нафиг. Да ничего, у нас всех есть по факелу. У тебя есть вообще огонь, а? Ну, тратит на этих дикарей огонь. Они ж не горят-то, собственно. У них защита, что ли, да? Сопротивление яда 100%, а огню 10%. Нормально. Не отравить. Так, а че они не горят-то? Не знаю. Я пытался их подшечь. Не выходят. Ладно, Цезарь, давай сюда свое пламя. Хрен с ними. Сейчас застреляют нас. Давай, потом еще разожжем. Давай. Ой, хорош, ой, хорош, хорош. Все, прячешься дальше. Иди сюда. Бери факел свой. Бросай в этого парня. Всем горит, так всем, правильно? Ну, так другое дело. Прям трусы. Так, есть. Только теперь прячьтесь. Сейчас они, наверное, с охотой начнут. И тоже будут метать всякое дерьмо. Так, там 13. Иди сюда. У нас еще есть факел. Метай в этого парня. Или в этого. Или в этого. Ладно, идти так сгорят. Давай к того. В дальнего. Вот так вот. Больно, да. Че не поделаешь. Жизнь такая штука. Можем вообще отсюда убежать. Идруг будет метать. А так мы уже далеко. А пусть сгорает. Им конец, собственно. Мы туда не пойдем. Да? Думаю, да. У них факел в руках. Ну их нафиг. Пошли отсюда. И все равно сюда не добегут. Они слабые. Побежали дальше. Что это такое вообще? Марафон. Чеш не работает ничего. Ладно, просто побежали. Не останавливайтесь. Мы лучше обойдем это место. Возьмем еще факел. Все, все. Давай далее. Ай, да-да-да, больно. И эти горят, и эти горят. И вряд ли они потухнут. Я буду готов. Да, будь готов, да. А этот все факел набирает. Да не поможет он тебе. Рано или поздно они нас найдут. Блин, сколько вас там. Вот это сейчас мы получим стрелу в ухо. Сейчас уроны. Ничего себе. Ничего, бежать надо. Говорил, блин, поджигайте. А вы чем заняты? Сейчас выстрелит. Ну все, конечно. Банда туда не добежит. Банда туда точно не добежит. Мы его можем оттолкнуть, нет? У нас нет такой опции. Мы можем получить только. Его можно было поджечь, но мы не дошли до поджигания. Сейчас будем попытаться убегать. Ну давай так. Цель не видна. Но это естественно, это нормальное состояние наше. Когда мы целей не видим. Там лук повредили. Цель находится в укрытии. Охренеть просто. Траектории, конечно, бешенейшие. Ну какая нахрен укрытия? Наше увижу. Ладно, убегай. Получишь. Лучше получить. Давайте бежать в другую сторону. Может быть выжаем. Четыре осталось. Охренеть. И что, цель не видна, да? Ну походу да. Десять не дураки. Остались, я так и вижу. Ладно, мочи соседа. Семь урона. Ну давай сюда. Я бы взял в укрытие. Парень, прикрывай нас хотя бы чуть-чуть. Будем вместе бежать, что ли? Все, все. Здесь что у нас? Здесь тоже надо бежать навстречу. Там пробираться смысла нет. Там все горит. Желательно сверху пробираться. И желательно лекаря туда подогнать сразу же. Пока есть возможность. Пошли. Сразу не туда побег. Ты в курсе? Их очень много просто. Их невероятно много. Да пусть горят все потихоньку. Да. Они как раз факелы набирают. Там они и сдохнут все. О, эти пошли обратно. Как мне в ту бочку попасть, долбаная? Смотрите, какая позиция классная. Там сгорят все, к хренам. Все 20 чуваков сгорят. Как нам в нее попасть? Взять факел? Подползти и бросить? Айди, ничего. А ну давай. Потому что так мы не можем в нее попасть. Надо в укрытии находиться. Факел. Это не факел, блин. Как не факел? Это не факел. Твою мать. О! Не. Не, мне в бочку надо попасть. А мы сейчас с этой стороны зайдем. Ладно, давай сюда. Факел хрен. Хрен. Это не факел. Это просто жаровня. Вон чувак сидит. Он не умрет, кстати. Ему надо бивать. Цель не видна. Какой идиотский фланш. Я в шоке просто. Цель не видна. В каком нахрен она укрытие находится? Ваша цель. Вот скажите, в каком она укрытие находится? Ну, джейджи. Пипец. Цель в укрытии. Вы видели это укрытие, нет? Сосуд с маслом. Ну, я могу, конечно, бросить. А, он же горит. Вот тебе и цель. Знаете, зараза. Вот это надо спасти, конечно. Бери еще. Ты не дотянешься? Нет. Видите, все сюда. Вот это туда бы засадить бы. Каким-нибудь любым способом. Любым. Цеза. У нас тут еще есть сколько факелов? Два. Ну, бери один факел. Будешь двигаться в ту сторону. А ты бери второй факел. И двигаемся обратно. Все отсиживаете здесь или там. Все равно. Давай. Эти должны сдохнуть сами. Уже на следующий ход. Да. Все лучники будут мертвы. Знаете, так дураки бегают, орут. Нет. Твою мать. Вот это у них, конечно. Вот это у них, конечно, я понимаю. Это что мы, блин. Как нам в эту долбаную бочку попасть, я парни. Это есть прямая, нет? Я не могу сказать, что это прямая. Но если мы туда шандарахнем, об этом будет знать весь мир. И мы это сделаем, да? Тит, ты драссей. Вот сюда заходи. Бочка будет прямиком перед нами. Или нет? Мы попробуем. Давай, у тебя есть одна стрела и один огонь. Нет, хрен. В укрытии находится. Твою ж мать. Ну как это, люди? Ну скажите, ну я вижу бочку. Твою ж дивизию. Ну кто делает эти ландшафты, нахрен? Я что, должен зайти с тыла, чтобы взорвать эту бочку? Ох, дивизия аж какая. Я еще и горю. Может самому прыгнуть на эту бочку? Жестянка, конечно. Ладно, беги обратно. Все понятно. Вопросов больше не имеем. Стрелять бесполезно. Во бред, да? Казалось бы. Видишь бочку напрямик? Нет, она в укрытии, нахрен. Стекло. Бронированное. Этот уже не добежит. Как ты не лезь, все равно ты туда не долезешь. Никакими способами. Так, этот сгорит сам. Этот тоже сгорит сам. Да. Могу помочь, конечно. Ну, давай поможем. Чтобы не этого, не повадно было. Он нас раненый просто, пусть сидит. Подваливайте тогда вы туда. Я не знаю, как вы будете взрывать эту сраную бочку. Но это какой-то просто жопа какая-то. Бои теперь с обычным усмирением, как вы видите, на минут 40. Это обычное усмирение. Ничего серьезного. Могу представить, какой будет финальный бой там. В будущем. Часов на 12, наверное, за один заход. Ну, давайте пробовать. Я не знаю, что делать. Можно, конечно, выйти с этим, потушить его как-то. Ну, так, смысл его тушить. А, этот сам потух. Песец. Но она сгорела только что. Почему она потухла перед тем, как должна была умереть? Я в шоке просто. Все, они пошли в атаку. Конечно, бочку поставили с той стороны. Но я тоже потух. Как нам? Уйдешь, получишь стрелой. О! Хе-хе. Прощай. Какая-то польза от тебя. Есть такое дело. Вот этого, пожалуйста. Надо всмирить. Слишком борзо побежал. А это что? Не знаю. Ну, вещи есть? Есть. Ну, отходите, будем популивать. Что делать-то? Ну, что не поделаешь. Будем заходить-то с этой стороны, с высоты, со стороны бочки. И стрелять тогда в нее. Смысл, я так понимаю, вот такой. Поэтому, ребят, все назад теперь. Все теперь назад, да. Уходим. Раз мы потухли. Давайте все обратно. Все, кто может, пошли. Все, кто не может, тоже. Все обратно. А с той стороны будет проще заходить. Бросили лучника, и все побежали. А что делать-то? Ты спрыгнул, нет? Все, годится. Все годится. Давайте. Метти назад. Еще есть у кого? Цеза, давай, вперед. Можно, конечно, его прикрыть. Вдруг этот добежит. Давай, я его прикрою щитом. По-человечески чисто. Кто там умер? Кто умер? Устраните всех наемников в пещере. Нет места для предметов. Нет места для предметов. Ладно. Я, в принципе, могу выйти, стрельнуть. Отстреляться и уйти. Но если мне напишут, конечно, что ты не можешь этого сделать. Давай, отстреляемся и уйдем. 7-8. Годится, действие восстановлено. А сюда ты попадешь? Не? Не. А сюда? 7-8. Точность позиции на возвышении. Давай. Ой, хорош. Еще и горит, да? Еще и горит. Все, уходим. Хотя куда ты уйдешь? Цеза, стой рядом. Цеза, в принципе, может... А, мы получим стрелой. Цеза, в принципе, может пойти и бросить факел. Кого? Ни в кого. А, наверное, загорелась вообще? Ладно, Цеза, стой здесь. Будем прикрывать. Ну, а все остальные в обход пошли. Я бы, конечно, стрельнул, но не добью. Ладно, давайте в обход. Может добить валяющегося какого-нибудь? Не? Не. Давайте в обход. Там Цеза разберется, я думаю, с бандитами. А мы с вами прям сюда. Угу. Взорви бочки, ты же горишь. Лучники огонь по готовности. Ой, да ладно, нас пугать. Так, Цеза, что там? Отводим нашего лучника, нет? Или бьем, или я не знаю, что с ним делать. Этих все равно не взять. Они могут только выйти. Остреляться и уйти. Ну, в принципе, вариант. Вышел. Отстрелялся. И ушел. Цеза, нас не бросай, прикрывай. Ты же Цеза, да? Да, Цеза. Очень раненый есть, конечно, у нас. И этот раненый... Не, он в другой стороне раненый. Раненый с этой стороны будет заходить сейчас. Будет отсиживаться вот тут. А ты вот тут. Бонда пошла с этой стороны. Там есть факелы? Есть. Возьмите факел и обратно. Так, лекарь сюда. Обратно не получится. Ну, стой там. Все, Цеза прикрывает. Как может. Поехали. Ах, жалко, выгорание не добьет. Так бы хорошо было, конечно. Отстреляться можешь? В принципе, ведь почему бы и нет? Согласитесь. Очень хорошая позиция. Раз они настолько болваны, что... Нет, они не болваны. Не могу туда добить. И причем никуда уже. Да, они не болваны. Но этого я убил на всякий случай. Так, а вот мы болваны. Вот теперь мы подогнем. Причем открытым. Это сейчас выйдет и нас попадет. Да, чудесно. Попробую прикрыть. Да, замечательно. Раз чудесненько. Цеза, можешь выйти сюда и их шам... Зашампурить. Хочешь? Давай попробуем. Давай. Зашампурили. Отходи. Сейчас будет бежать со всех сторон. Так, что у нас тут очки? Тут очки у нас следующие. Выходим на эту позицию. Выходим на разные позиции. Лекарь, не лекарь. Все, короче, выходим. Там потом смотрим. Там потом смотрим, с какой позиции нам лучше стрелять. Только не, чтобы он не погиб наш лучник. Он у нас при смерти. Он дальше всего пошел, я вижу. Да, метод далеко не сможет. Ну ладно. Ну все, стой. Как будто интересно, как поступит вот этот. Он потухнет сейчас. Ой, в задницу. Надо щитом становиться. Что еще стал задом-то? Скользящий. Не пройдет. Так, это лидер. Лидер, может, и дойдет. Лучница. Вот это опасно. Смотря с какой стороны сейчас будет гасить. И скорее всего по лучнику. Да, да. Нормально. Рано или поздно. Рано или поздно. Опасные ребята, эти африканцы. Смотрите. И длинные ножи. Как еще мы по окружению взяли наших. Но мы-то уже здесь. Так, сколько у тебя? 8. 8, 8. Сколько у тебя урона? 13. Давай, убей его. Эх, жалко. Перезарядка не сработала. Так хорошо, конечно, было. Так, вот этого давай убирать. Или того, или этого. 7, 8. Давай его убьем. Годится. Больше нечем перезарядить. Уж извините. Так, ты, наверное... Я могу бросить масло, конечно. Мы не подошли сюда. О, вариант. Да, ничего. Ну, давай. Это значит, он сейчас бегает тут. Хорош. Так, готово. Иди ты сюда. Спрятаться надо успеть. Так, ты можешь, да? Она все может. Можно даже так сделать. Вот так можно даже сделать. Хрен, мы туда добросим. Цель находится в укрытии. Ладно. Цель в укрытии. Это что? Это вода. Цель в укрытии. Поджигай, пусть горит. Скользящий, зато выгоранится. Так, есть такое дело. А, мы можем его поджечь. Вот теперь можем. Цеза не пострадает? Да, вроде нет. Цеза, задница горит. Есть. Возьми это. А швырнуть уже не получится. Зато подбить тебя получится. Есть у нас щитовик. Прикрой задницу ему. Метнуть. Сто процентов. Давай. Мы его там уже, я не знаю. Он уже сейчас должен это. Полыхать просто. Иди сюда. Метай. Десяточка. Больше не могу, к сожалению. Так, прикройте мне лучника, чтобы вы сейчас не убили с одного удара. Лучше так, да, стоять. Вот так вот, да. Ну ты его прикрой. Все, пока. А, у нас еще раз можно выстрелить, но мы не можем. Спрячься лучше. Есть масло, есть масло. Ну возьми масло. Метнуть ты его уже не сможешь. Спрячься лучше за эту область, да. Все, годится. Эх, жалко, не умер. О, тут помер, слышите. Ой, скользящий. Ой-ой-ой, ноль урона, три доспеха. Все, помер. А вот лучница опасная. Ой, держите позицию, обязательно. От лучницы опасная. Сейчас начнет бить. Нет, у нее паника. Тот сгорел, да? А, сейчас сгорит, все. До лучницы добежим. Ну, можем, да, начать преследование. Либо добить лучником. Ты далеко? Он далеко. Ну, укрытие, укрытие занял, да. Хорошо. Ладно, иди сюда. Добей этого, блюдца. Все, годится. Спрятаться он не получится. Убей вот этого. Хорошо, иди сюда. Сможем лучницу загонять. Мы к этому пойдем через укрытие. Со счетами и с подарками. Доктор, идите за нами. Лучник. Я даже не знаю. Было бы здорово, если бы в кого-то попали. Но лучше выживите. Просто выживите. Все, стой на позиции. Спрячься и стой просто. Просто стой. Это что? Быстрый выстрел. Это что? Перехват. Пока не трогай ничего. Просто спрячься. Все, пока. Смотрим, что будет делать лучница. Еще бить у нас чем может. А воин племени не добежит. Ну, никак не добежит, потому что мы добежим. Нет, мы даже не добежим. Нет свободных ячеек. Ты что ж такое? А у тебя есть свободные ячеек? Ладно, иди сюда. Ладно, чтобы он сюда не бросил этот. Ну, вы поняли. Здрасте. Сюрпрайз. Это вода? Не знаю, что это. А что это такое? Груз, кушин для воды. Понятно. Факел взял? Иди сюда. Ну, все. Следующий ход. Финальный. Факел есть. Он сгорит сам. Так, возле бочки не рассаживаемся. Ждем лучницу. Лучница открылась, нет? Лучница? А, сейчас мы ее откроем. Попалась. Ха-ха. Ха. Ха. Ой, хорош. 20 урона. Все? Нет, этот сейчас догорит и все. Этот догорит и все. Он у нас уже пылает. Лучник может его снять. Нет, не снимет. Он спрятался. Можно остаться с этой стороны, но мы подождем. Да, хорошие схватки пошли. Просто великолепные. Представляете, сколько времени на простое усмирение региона? Не то, что там... Не то, что там что-то. Под 20-30 человек. Воевание Африки. Цель достигнута. Что достигнут? Это ж какой регион у нас? Еще никакой. Офигеть просто. Если такие будут усмирения, с таким количеством врагов, и с таким серьезным... Ух ты. Шамана 3. Мы туда можем долезть? Мы точно выживем? Попробую взять бочку. Не доходя. Не, надо дойти. Мы сохранились? Сейчас еще не вылезет оттуда. Аккуратно. С Амайами. Да не все ж. Зачем вы все сюда идете? Ух ты. Ух ты. Так, предметы собраны. Давай сюда. Нет, тут поживиться, конечно, да. Говорили правду. Очень много добра здесь находится. Будет? Нет. Нет. Зависли? Нет, не зависли. Просочились. Ну, тут мы поживем. Шотель 5.9. Тут мы награбим. Продукты. Монеты. Так, где еще у нас тут рупики валялись? Вот тут валялись. Идите сюда. Медицинские травы. Не, ну они-то терроризировали весь регион. Понятно, их должна быть тут целая армия. Ну, собственно, она тут и была практически. Еще если бы не идти сюда с притарианцами, а идти со своими бойцами, мы бы, конечно, их разорвали. А притарианцы у меня так себе. Скромные ребята. Сильно тут не поживишься. И насражаешься. Надо их приодеть. Там у меня было лучшее оружие. Ну, лекаря нет, например, у меня полноценного. Ладно, все. Окей. Хэппи-энд. Давайте выходить. Один регион. Один регион мы сегодня сделали. Я уже без сил. Представляете? А если их будет 12-15? А их будет 12-15. Африка, сказали, большая. Может, даже больше, чем Азия будет. Может, вдвое больше. Может, трое. Фектор-то завоеван. Я очень... Сейчас лиферат. Он-то наш завоеван, конечно, но... Еще лесопилку брать. Ой, каменоломнию брать. Так, ты чуть тут стоишь, скажи мне. Ты туда? А вы тогда на каменоломню кто-то вырваните. Атаковать. 25 рабов. Ну, давай. Сейчас отправлю окать того же, кто у нас защищался. Или не атаковал. Автобитва. Петроний, давай, нам надо докачать твою логистику. Там не очень-то и большая... Армия. Так, мой проход между... Манипулами агрессии игрока 20% Раненые легионеры Минус 80-минус 40 Агрессия игрока 20% Тому типа будем агрессивнее, да? Давайте пройдем впервые в жизни. 21, но блэст трофеев. Клаза 2 срабатывает. Ммм, держится неплохо. Вот логистики как раз нам чуть-чуть и не хватило. Мы получим. Больше чем мы нанесли. На два урона. И тут нифига нет. Петроний, давай уже Центурион нашли. Хотя бы логистика будет. Минус 5 легиона дух. Промалили усе практически. Удержать позиции минус 5. Минус 10. Два защиты игрока. Агрессия игрока 20%. Минус 10 защиты. Повысим. Повысим защиту. Агрессию понизим. 10 останется на 20. Давай рассредоточимся. Нормально. Опять двойная прошла. Давайте ромбики подразим. Вперед. Петроний логистику скоро изучит. Ценой жизни нашего отряда. За каменоломню какую-то несчастную. 3-3. А это у него парами прям летит. Толку никакого. Потому что сразу получаем по морде. Логистика очень нужна. Ого. 119. Ну сейчас разобьют на каменоломню. Разделяю ластвуй. Боевой дух. Минус 10. 70. Светная вероятность выражения. Агрессия игрока. Минус 20. Область трофеев. Минус 20. Численность врагами. Ну давай область трофеев понизим в ноль. Неудачный бой. Петрония на пенсию. С его характеристиками. Да, таких потерь у нас не было, когда мы город взяли. Брак почти не пострадал. Та особо сильно. Тебе надо было священника оставить. Прокачал Петронию. Ну тут врезали. Так врезали. Область трофеев еще и вышли на трофей, наверное, да? Да, даже... Даже очень неплохо. Так, боевой дух давай поднимай до 24. Ну что, Петро не прокачал свою логистику, нет? Да вроде да. Сейчас он дачок взяли. С хорошими обломками. Так. Провал защиты. Ну ладно. Ладно. Зато каменоломни у нас. Подождите. А что это красное здесь? А, это он убегает. Он скоро нападет на нас, кстати, снова. Так, давай обратно сюда, легион. А вот ты иди сюда. Ты меня слышишь, нет? А, слышал. Я просто не вижу. Так, этого-то мы выгнали. Окей. Ну, он вернется обязательно. Этот регион еще нижний надо подхватить. Доехали, нет? Дубильня. Дороги вас догоняет курьерная лошадь и передает письмо от Ланжи. Легат, я надеюсь, это письмо застало тебя в добром здравии. Как ты знаешь, несмотря на все успехи, которых мы достигли, семясь классы над... нас с ОМОНами, Удат по-прежнему, всячески нам досаждают. Отдаю ему должное. Этот человек выдавал мне, чем казался. Ему по сей день удается ускользовать от моих шпионов и оставаться недосягаемым. Но не бойся, мне кажется, я нашла слабое место в его защите. Если мы найдем место, где он прячется, будет правильно заставить его выйти из убежища. Я уверена, что мы... Ты согласишься со мной, как только высушаешь мой план целиком. Прошу встретиться со мной на небесном дворе при первой же возможности золотая волчица. Переход в наступление. Чудесно. Ты куда? Нас скоро будет опять атаковать. Так, легион вернулся. Охотничье угодье. Награда 725. Давай еще сюда его. Небесное здесь, что ли, встретится? Ладно, обязательно встретимся. Стоп. Так. Дайонера, ты вылечилась? Нет? 18 часов. Ого, еще 2 дня не прошло. Вот этот регион снизу надо посмотреть. Тут дальше уже нельзя идти, да? Не знаю. Может пока... Потому что темно нельзя. Скорее всего. Так, иди посмотри, что тут. Что это такое вообще вот это? Нет, подожди, что у нас за задание. 3, 5. Выполните задание по усмирению. Переход в наступление. Ланджей. Мы еще не завоевали полностью Африку. Минуточку. Тут немножко походим, окей. Давай скорость 2, наверное. Далекий обход. Ну, если что, мы в регионе сидим. Поле костей. В пути вы замечаете на земле кости. Вскоре вы обнаружите, что подходите к настоящему скопищу костей. Как звериных, так и человеческих. На то, чтобы обойти это место, уйдет время припаса, но его зловещая атмосфера беспокоит ваших притарианцев. Не нравится мне этот аллегат. Место явно проклято. Чем скорее мы уйдем, тем лучше. Посмотрите, окрестность и скопище костей. Давайте осмотрим. Так, атака. Вскоре после начала ваших поисков вам приближается небольшая группа местных жителей. Не вооружены, но не очень хорошо. Местные требуют, чтобы вы покинули это место и обошли его кругом, если вам надо идти дальше. Мне сейчас драка не нужна, левая. Мне драка не нужна. Ладно, обойдем. Трусливость... Не, горделивость слегка не одобряют. Миротворец одобряют. Что-то там не одобряют. Пайки у нас отобрали, да? В пути вам приближается остановиться и поесть, но зато вы обходите с копчика себе за нижних приключений. Местные жители себя за вами издалека. Ладно, с местными не будем мы тут сражаться, потому что эта драка очень тягостная. Дейнира поправилась. Обнаружено задание Легиона. Остальное где? Обсерватория. Во, нашли. Вражеские передвижения. Пока вы разбираете лагерь, несколько ваших предприятий снова садятся вверху, выжают вперед, перехватит садинка. Скорее он возвращается в порождение усталого, но благодарно за Легиона. Садинк прискакал, это мы знаем. Заплатить 200 динария, чтобы они перерезали линии снабжения. Боевой дух врага. Ну, давай. Все, это ждать, да, скоро? Вам известно, что в данный момент никто не защищает тазербу. Тазербу. Сейчас отправим в тазербу. Опять его защищать придется. Но атаковать уже будем с этой стороны. Это хорошо. Так, Легион гарнизон. Тебя сюда. Сюда есть смысл попадать? Нет, сюда нет смысла попадать, поэтому эта граница крайняя. Хорошо. А этот ты обнаружил, нет? О, нашли еще один. Так, я там еще не засох. Нет, еще пока не засох. Это хорошо. Мы защищаем регион? Защищаем. Сюда. А это сундук? Сундук. А сюда? А это вода? Вода. Посох шаманам. Веха. Нет, это не вода. Тридцать восемь вернулись и двадцать мертвы. Хорошо. Такое бывает, да. Источник воды там. Потом же надо будет усмирять этот регион. Хоть тот он и маленький, но усмирять придется. Что делать? Сейчас отобьемся. Вон уже бегут. Торговый пост. Вы проходите через небольшой торговый пост, представляющий собой скопление палаток вокруг колодца. Здесь путешественники и купцы встречаются для обмена товарами. Останавливаясь, чтобы дать отдых лошадям, вы и ваши спутники прогуливаетесь по небольшому лагерю. И пытаетесь найти какую-нибудь любопытную информацию. Уколо есть слухов, но сегодня не сяк, но вы нашли человека, у которого личное берберское римское снаряжение. Он говорит, что собрал на его месте потасовки между разбойниками и римских солдатами. Снаряжение, собственно, с Рима. Ладно, давай застой. Не надо ни с кем ссориться. Честность одобряет, слегка не одобряет. Динария в дубина берсерка. Кажется, купец очень доволен от сделки, как вы только читаете монету. Он открывает сундук с добычей. Съемкупец желает вам удачно посмотреть, что мы там снать в нашли. Так, ты до этого едь. Тут уже атака. Успел. Атака уже здесь. Войди в регион. Так, ну что, кто врежет? Давай, наверное, 98%. Давай, тебе пора уже, Гай Волкат Тул, дать отпор всяким собакам непонятным. Так, слабый центр. Защита врага минус 30%. Агрессия врага 10%. Давай, мы делаем слабый центр. У меня будет очень больно. Ну, такого у нас нет, уж извините. Мы пришли сюда для других целей. Сейчас что-то есть. Дважды священник сработал. Пока дойдем, нас убьют. У нас такие возможности крутые. Особенно по защите. Это самый прокачанный из всех. Так, боевое столкновение. Числи у нас врага. Защита игрока минус 10%. Атака. Давай вот это. Метнем. Если есть что метать. Ну, получились. Видимо, сами в себя воткнули, да? Заметали. Сейчас логистикой продавим. Не, не продавим. Сейчас получим. Абсолютный рандом, да? Абсолютно. От меня вообще ничего не зависит. Даже от успехов и прокачки, мне кажется. Если есть вот эта кнопка, в принципе. Пропустить бой есть кнопки. Это самая страшная кнопка во всех играх. Значит, ты тут ни на что не влияешь особо. Зачем получаем урон? У нас войска в 4 раза выше. И сильнее. Ну, понятно. Боют от всегда получаешь урон. Ну, все. Боевой дух хоть растет. Благодаря атакам. Так. В райских ядах пробит табреж. Конная атака. В райский боевой дух минус 10. Резли центурионов 10%. Давай конная атаку еще не проводил никогда. Мои кони получили, я вижу. Ну, конная так прошла. Так, да? У меня, конечно, по чуть-чуть. 50 на 50 примерно. Оба с трофеев зато растет. Сейчас еще и обломков накосим. Еще не пролетает ничего. Ну, у нас прилетело. 50 на 50. Победа стопроцентная. Выдавите. Чистенность региона минус 2. Боевой дух. Давайте повысим численность региона на сотню практически. Боевой дух у нас рос во время битвы. Ну, что у нас тут? Награда за бой. Обычные обломки, хорошие обломки. И еще одеяния взяли. Хорошо. 17 рабов, 86, защитил регион. Ну, конечно. 6 атак отбито. Ну, хорошо, да, сражались. Плюс 1, это потом еще боевой дух, потому что плен взяли. Зато боевой опыт армии растет. Ну, у нас прокачаны все, поэтому неудивительно. Так, стоять ты куда поперся. Это надо регион брать. Потом его защищать. А потом идти вот сюда. Здесь у нас квест. Так, мне надо воды. Воды хлебнуть. Ну, все, на нас уже тут никто не нападет. А этот регион, по-моему, не наш, да? Так, выходим. Сейчас, наверное, на подъеме и соседние сейчас шлепнем. Воду восстановили. Что мы тут, кстати, с вами отхватили, интересно. Кстати, давай центуриона приоденем. Ну, какие цветастые кофточки у нас есть. Ну, в реале они нам подойдут. О, мечишка лучше. 5-9, критический. 6-8. На 1. Ну, минимально уменьшится. Крит 2-10. А как тут это? Контрол. 5-9. Этот. Тот лучше 1. Нет, это не лучший вариант. Это хороший кинжал. Это хороший меч. Так. Есть такое дело. У тебя какой урон? 8-11. Дионера. Ладно. Так. Наши эти. О. Щит есть помоднее даже. Базовый урон. 7-2. Сила щита. У тебя еще никакой щита. Ты в курсе? 5-1. 4-1. Но там сопротивление и доспех. Ладно. Так. У него нет ничего. Здоровье 5. Сопротивление дробящему урону. Хороший амулет. У тебя сколько? Шанс критический. Ладно. Давай ему здоровье прокачаем. У нас с притарианцев идет. Ему надо выжить. Надо выжить. Кстати, у меня еще есть и лекарские повязки. На тебе. Хочешь? На случай если. Во. Хотя можно было отдать кому угодно. Ну ладно. Тит. Меч. Лук. Лук. Меч. Лук. 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 Меч. Метла есть хочешь? Либо тоже лук. Вот кто может взять трезубец. Да и копье мог взять. 8. 12. 8. 12. Бомбей. Тут хороший без него. Квинт А3. Тут все хорошо. Потому что он переключился. Так. Ну тут в любом случае. 5-1. 4-1. 5-1. Давай. Шляпу хоть теперь оденем. Самые новые. Самые новые. Кстати. Бомби. 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 Либо. А у него есть. Бомби. Возьми какую-нибудь. Максимальная концентрация доспех. Модестин. Возьми. Движение. Шанс критического удара. Это вам пригодится. Фронта. Вы руками что и сражались? Да нет. Не может такого быть. Так. 8.12. Бери этот. Супер вещь эту. Луций Ворин. Какие-то мечи. Но явно есть лучше у нас. Это 100%. Какой-то щит за. Занюханный. Хочешь 4 и. Конечно хочет. Это же первичный меч. На. Раз. Первичный щит. На. Это новичок. У него вообще ничего нет. Ну бронь. Броня на везде. Бронь. Все отдал лучшее. Своим бритарианцам. Дионеру забрали. Мы забрали. Дионеру у нас. По. Вот здесь еще. Что здесь осталось? А. Снаряжение Центуриона. Так. Это есть. Собрать надо кое-чего. У меня сколки есть. Цезарь, что расскажешь? Пока. Цезарь. Спасибо за субтитры Алексею. Субтитры Алексею. Давай. Мечишку можем собрать. 5-9. Создать. Давайте создадим. Все-таки это тот самый меч. Тот самый. Собрали. Корцеа Морс 2. Второй, который. Можем его даже и улучшить. Посох Вармак Сана 2. Ха. А чего его... А чего не нашел? Ладно. Щиты и все такое. 44. Это все ерунда. Тут тоже 86. Ладно. Я понял. Сейчас назначим. У нас есть тут один бомби. Бомби же, да? Да, пусть идет. Через 5 часов будет у нас супер меч. Так, это есть. Бомби пока тут побудет. Пошли восполним запасики. Воду мы восполнили. Так, а тут по улучшениям. О, дотягиваемся до лазарета третьего. Шикарно. Давай. Построил лазарет. Теперь мне нужна дубильня и две фермы. И тогда мы построим еще и приторий. Третий, да? Нет, приторий мы не построим. Сначала надо будет построить первый приторий, да? Я без него не смогу построить. Да, я не смогу построить. Надо по этой еще ветке дойти будет. Но я могу мастерскую создать. Кстати, здесь приториан, чтобы открыть новую. Так, это каменоломня. Мне второй надо прокачать, чтобы пройти третий. Ну, как ты прокачаешь? Да, придется проходить. Ну, ладно, давай пока накопим. Мне-то, по идее, сюда нужно только одну ферму. А здесь три фермы получается. Три фермы. Ой, да все уйдет. Зато у нас лучшая больница сейчас. Прокаченная лучшая больница вообще в мире. Hello. У нас заканчивается огонь. Надо меньше его тратить. И селитра. Все остальное. Ну что, будем брать соседний? Будем, конечно. Что поделаешь? Давайте возьмем соседний. А то у нас получается серия. Мы с вами один регион взяли за всю серию. И усмирили бы. А усмирить-то как тяжело было. Насколько большое пространство неудобное. И сколько народу туда засунули. Они не настолько мощные, но вот эти фишки их. Прятаться там. Из-под тяжка бить. Ну, давайте. Мощные ребята. Смотрите на это. Ограждение, что мы будем брать сейчас. Ладно, атаковать. Очень мощные ребята. Ладно, сейчас возьмем. Давай. А если у меня 4800 максимума, там ребята будут еще мощнее? Ладно. Кто пойдет? Да, кто пойдет? Кто пойдет? Кто пойдет? Он пойдет. Балкатул. Лучше все получается. 3000 народа. Чуть, ну, больше. Как пойдет? Защита игрока. Резы центурионов. Минус 10%. Резы командир минус 25. Счета действия. Давай протяженная линия. Попробуй. У нас, в принципе, все есть для того, чтобы нормально продвигаться вперед. И логистика, и защита. Но, тем не менее. Тем не менее, давим. Битва-бой долгая. Смотрите, практически не движется. Ничего сейчас начнет. И по этому моральному устою мы практически одинаковые. Сила духа сейчас начнет у нас падать. Пока кольница прошла, еще дух не упадет. Ну, крепенькие парни. Смотрите, вообще ничего не движется у нас. О-оу. Сейчас будет больно. Так, боя с толкновением. Держать позицию. 10% защита игрока. 5% 30% Численность врага. 300. Там нет 300. Там 100. 100. 100. 100 с копейками сейчас будет. 140. Нет там 200. А я потеряю сотню. Численность врага и минус 10 защита игрока. 20 и 100. Численность врага. Там тоже то же самое. Боевой дух легиона. Минус 5. 10% удержать. Давайте удерживать позиции. Ничего, остановим. Держать позиции. Сейчас будет очень жарко. Отлично. Хорошо защитились. Начинается давка. Ничего. Второй раз срабатывает схема. Это странно. Из-за которой мы сейчас потеряем кучу народу. Крепенькие ребята. Тагай Волкат Тул просто что очень мощный. Но тем не менее. Видите что творится? Защищался лучником. Как вы луками защищаетесь. Минус 31. Давайте заканчивайте третью фазу. Так, скоро будет разбито. Численность врага. Вернувшись легионеры. Риза Центуриона. Большой. Нельзя. Численность врага. 1280. 240. Легион. Численность врага. Каждый сам за себя. 100. Но тут меньше сотни. О, тут нормально. Кажется он за себя. Дай попробуем. Сразу же, конечно же, получаем. По численности региона. Конец проходит. Да, ребята, они из робкого десятка. Тяжело дается. И это еще не конец. Хорошо, раз оттесняют. В область трофея. Надо посыпаться. Еще 12 пациентов. Вот нам надо боевой дух поднимать. По максимуму. 60 боевой дух. О, плюс 4. Хорошо. Так, боевой дух 24. Править милосердие. Я давай боевой дух до 34. Давай, да. Это важно. Кого убили? Волка Тула. Что, процент был, что он погибнет? Скажите мне. Вот это да. Убили нашего самого-самого продвинутого. Вот какой тут шанс, что он помер? Процент, видать, был? 5 процентов? Смотрите. Все практически выиграли. Боевой дух поднялся. Убили самого прокачанного чувака. Логика? Не знаю какая. Не знаю какая. Ну, взяли и убили. Какой был процент у меня вообще, интересно? Минус 10. 30 процентов был, да? У меня проблемный. Вот в эти 10 процентов мы и попали. Ну, погиб и погиб. Короче, вообще, рандом полнейший. Качай, не качай. Какая разница нафиг? Какая разница? В 10 процентов попали, что он умер. Как он умер? Победа была за нами. 100 процентов гнали. Этого взял, помер. Ну, ладно. Надо автобой тогда ставить, и все будет хорошо. Так, хорошо, ладно. Ничего хорошего, конечно. Мы, конечно, захватили эту хрень. Ну, ну, нам нужен Центурион новый. Ага. А усмирять мы будем его, нет? По идее, должны. Усмирить римский форт. Давай, давай. Пастух-овец. Пустыня безюданная иногда вам... Вот смотрите, качал, всю игру качал Центуриона. Взял, помер. Охренеть просто. Пуля, что ли, снайпер? Другие путники. Сегодня мы повстречали группу каченика, пасущий скот. Один из качеников подходит к вашему различнику и вращает желание купить еды. Насколько вам понятно, он просит 10 дневных пайков. Загадать каченику, можете отдать дневное. Продать 10 пайков. Похоже, вам еда нужна больше, чем торговаться. Я не могу отдать столько еды. Короче, забирай 10 пайков. Одобряют, одобряют. У меня Центурион погиб, который я качал всю свою жизнь. Похоже, вам еда нужна больше, чем нам. Я принимаю твои условия. Вы ему себе принимаете предложение. Сделка заключена, качение благодаря этому за... Хорошо. Так, отправить Легион, сектор полностью не захвачен. У меня Центурион теперь нужен новый, которого качать нужно. Этот был самый опытный. Хренеть просто. Надо автобой нажимать, короче. Быстрее будет все это происходить. Мне так кажется. Полное преимущество на поле боя. Стоп выкидывает. Просто убирает того, кого ты прокачивал. Чтоб ты с нуля нового прокачивал. Да прокачивайте сами тогда. Зачем тогда я вам нужен? Автоматом все выставьте. Любую схему. Да и все. А это реально же ничего не зависит. Кнопка автобой и все. И ты в любом случае, если у тебя количество бойцов больше, чем его, в любом случае ты выиграешь. А если нет, то переиграешь и все равно выиграешь. А если у тебя нет денег, просто походи по карте и заработаешь. Ну и какого Центуриона нам теперь брать? У меня всего два недоразвитых осталось. Как новых. Подожди, а новых как-то можно было рекрутировать отряд. У меня равнодушие осталось. Ну и что бы мы будем делать с вами? Качали, качали. Качали, да качались. Третьего уровня Центурион. Раздражение брать? Я его уже брал. Я его увольнял, брал. Уже несколько раз брал. Давайте его возьмем. Мне просто не хочется из вот этих брать. Потому что тут они уже все в одежде. Сейчас его отправлю. Ну давайте нанимать. Хотя тут есть рекруты. Подожди, а как же рекрутов-то? Как-то можно было в разведку. Палатка Олега. Оставьте здесь притарианцы, чтобы восполнить запас стратегических предметов. Лучше, чтобы увеличить количество обновляемых на каждое назначение. Так, это не то. Казармы. Оставьте здесь притарианцы, чтобы обновить доступных рекрутов. Собственно рекрутов-то будет первого-шестого уровня. Лучше... А, понятно. Так, давайте сюда отправим притарианца рекрута. Иди сюда, Люциворин. Я не это имел в виду. Я вот это имел в виду. Все, пошел? Да, пошел. Все, казармы. Через 35 часов вербовки мы посмотрим, какого центуриона нам пришлют. Первого-шестого уровня. У меня был одиннадцатого, по-моему, да? Бывает. Бывает в жизни огорчение. Зато у меня теперь есть этот... Модный меч. Модный меч имеется. Инвентарь. Шесть-восемь. Но он не для меня, конечно же, хотя хорош. Критический урон чуть-чуть меньше. Каждый удар накладывает эффект состояния оценка, который гарантирует, что следующая атака в этом же ходу нанесет критический урон. Ну ладно, это от Гая подарок. Можно пойти его попробовать улучшить. Можно улучшить, нет? Улучшить, 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 улучшить. Это ж он, нет? Да, он. Для этого нужно шесть обломков. Шесть обломков. Чтобы шесть обломков набрать, вы мне писали, что нужно разобрать что-то. А что я разберу? Это что-то желтое, что надо разобрать, да? Так мне все нужно. Я не знаю. Я не знаю. Шесть безупречных обломков. Чтобы их получить, это что-то надо очень модное разобрать. Я же не получу безупречные обломки из говна, правильно? А тут не пишется, если я разберу, что получу? Нет, конечно. Ну давай говно разберем, посмотрим. Вот это давай разберем. А, это розовое платье, подожди. Вот это давай. С завладеет. А, понятно. Это их одежда. Разбери вот эту фигню. Класс. Я не против. Я только разобрать. Наконечник пики. Двадцать шесть обломков обычных. Разбери синее. Наконечник копья. Ой, пятнадцать обычных обломков. Девять хороших обломков. Нет, и за синее дают четыре. Да, нормально. Тогда у меня тут есть что разобрать. Что-нибудь совсем позорно. Даже дают за... Ну вы поняли. За не очень крутые вещи. Хотя, крутые вещи. Ну вот это копье попробую разобрать. Семь хороших обломков. И все. Нет, все-таки синий надо разбирать, да? Вот такое. Двенадцать. Или тут рандом тоже. Как и на поле бою. Нет, не рандом. Восемь получил. Все, давай улучшим. Улучшим. И мы получаем семь, восемь. Ну да, конечно же. Двенадцать, четырнадцать. Что, улучшить нельзя? Для улучшения предмета требуется литейное. Все, улучшил. Замечательно. А он второго уровня, да, у меня? А, он второго уровня. Не улучшил мы его никак. Литейное нам еще... Ого-го, сколько. Ну все, улучшил. Зато обломки есть. Чудесно просто. Просто чудесно. Центуриона теперь ждать тридцать шесть часов. Ладно, пошли. Выполним задание. Центурионов дождемся. Первого, шестого уровня. Те, которые есть, они ужасные, Центурионы. Местные жители рассказывают о жестоком риске, он сборщике налогов, дерущему ли судей три шкуры. Мы же пока еще не собираем налоги, да? Нет, не собираем. Это наводит меня на мысль, что кто-то еще решил подсуетиться. Как один человек может заставить всех платить? Вроде бы у него есть личная охрана. Вероятно, наемники говорят, если люди отказываются оплатить сборщик налогов, убивают их детей. Ты думаешь, что этот сборщик налогов работает на наших врагов? Если это так, Фортуна действительно благосклонна к нам. К сожалению, я сомневаюсь, что наши враги настолько глупые. Полагаю, настало время отрубить голову этому козлу. Если его прикончат, наемники, скорее всего, разбегут сами по себе. Понятно. Понятно. Опять отправлять притарианцев? А что я своей бандой не действую? Опять же, чтобы не было отправить в лагерь римского лжесборника налогов, положите конец махинации. Это ж драться притарианцами, это как, знаете, начать игру заново считается. Есть отряд. Что, отряд не запустить, не разорвать этого сборщика налогов? Как будто мы чем-то занимаемся сейчас. Да ничем мы не занимаемся. Мы бродим, как дураки. Сохранить, блин. Это сейчас нас там усмирят. Римский форт. Сеза, как обычно, идет танком. Ну, а дальше все. Все как обычно. Так. Акторий. Что-то нас много здесь. Лучники должны идти первым. Лучники есть. Один и второй. Ну, давай, бомби. Я тебя там прокачил, вроде как. Преданность, лояльность, преданность. А этот у меня остался в форте. Все, поехали. Вы пришли за мной, это не ваша отдела. Уходите, я гражданин Рима. У меня есть права. Подготовка. У нас тут породы, я чувствую. Устраните сборщика. А остальных? Да, скоро будет у нас тут 400-500 человек против нас. А как мы его устраним быстро? 21 здоровье. 21 здоровье, яйца. Чем мы прячемся? Давайте вперед. Цезарь. Цезарь, вперед. А он у нас закрытый, нет? Не знаю. Цезарь с этой стороны. Лучники с этой стороны. Так, вот здесь. Лучники с этой стороны, но вы поближе. Битва будет долгой. Будем сразу убегать. Нужный гурок. Не, можно конечно расстрелять сейчас. Поджечь, расстрелять, плюнуть. Проклятие наложить. Или просто получить камнем лицо. Неплохо он прошел. Собственно, банда, которая сейчас здесь будет. И они все меня камень сейчас сбросят, да? Не, еще и факел, я думаю, будет. Вон, чувак, идет. 24 здоровье, 8. Больше, чем у ОЦ, это практически щит. Ничего себе, налогозборщик подготовился. Вот это вот. Ускорить бы это дело, ладно. Так, если мы сейчас оперативненько выйдем на эту позицию, то этого гада можно будет очень хорошо устранить. Давай попробуем. Давай. 7 урона. А, тут мы не добьем. Отсюда можно. Тут может... Могут написать, что мы... Давай сюда. Ну, если он после этого не умрет... Даже тогда не знаю. Тут у нас попадут стрелой. Иди сюда. Бросай. Отходи. Отходи. Этого никак не спасти. По огню не ходить. Но они по огню не пройдут. А ты можешь прикрыть его с этой стороны? Давай, с этой стороны мы его прикроем. Бомб. А это кто? Публий. Так, это Публий. Вот парни еще стоят. Они сейчас уж нас метать будут разным дерьмом. Сколько у него здоровья? 24. Можем подбежать. Очень больно зарезать. 7, 9. Хорош. Еще и кританули. 14. Так, Екса с целью нужно пролегать прямая. Освободить ее. А что с этой стороны только? Со спины? Спины не годится. Разрушение доспеха. 2, 10 дробящих. Невозможно дотянуться до цели. Но не все здесь сейчас будет. Нам как бы лучше отойти бы. Нам как бы лучше отойти бы, да. И лекарям лучше отойти бы. И вот тут где-то присесть бы. А тебе можно не отходить. Давай здесь прикроем. Пока так. Этот сейчас умрет. По идее у нас скоро. У него кровотечение и все остальное. Вот это он пошел. Ух ты, гад. Ага. Ну ничего, мы их сейчас зажмем с той стороны. Так этот умрет и все. Ну, наверное, мне скажут добить армию. Если мне такое предчувствие. Хотя этот сейчас умрет у нас первое чувство. Ну, ладно. Еще и два. Надо было бежать. Ну, ладно. Уже поздно. Этот у нас может умрет и все разбегутся, не? Эти сюда не пройдут. Нет, пройдут. Еще и знает, кого бить. Доктор. Да, не получилось у нас с вами схема. Там врачи оказались хорошие. А этот сюда залезет, разве? Не думаю. Не думаю. Нормально. Только гори немножко. Нихрена не вижу. Камера, ну ты наводись или не наводись. Ну, мы же как-то же должны показывать, что там происходит. Да, наверное, надо переигрывать. Я вот предчувствую, что у нас тут беда. Цель находится в укрытии. Это каким образом? А вот таким нахрен. Вот таким образом цель находится в укрытии. И все подходы перекрыли. Ну, не красавцы, нет? Этого сейчас убьют. Не знаю. Ладно, давайте вот этого с вами расхреначим. У нас тут ничего не сработало. Пока. Есть такое дело. Ну, иди сюда, ты был. Твою мать, ты откуда здесь взялся? Сволочь. Цель должна быть напрямик находиться. Девяточка. Ну, ты тогда тоже сюда беги. У нас такое дело. Хорошо. А тут надо кому-то стоять. Иначе нас просто здесь закроют. 17, 18. Этого надо бежать. Его убьют. Дважды получат, я вижу. С двух сторон. Но зато, может быть, спасется. Беги сюда. А, так ты ранен будешь. Пипец. И кого нам стрелять, сука? Этот уже не дойдем мы туда. Ну, давай сюда. Вот жесть, конечно. Взяли, вылечили. Вот так его будут лечать до победного. Ну, давай. Мы их сейчас... Мы их сейчас немножко... Подрежем чуть-чуть. Сколько у него здоровья? Десяточка, десяточка. Давай. Годится. Восьмерочка. И остался он. Если выйдет, а он выйдет. То можно его даже поджечь. Нет, поджигать не надо. Давай вот так. Я думаю, мы его 7-8 снять. 8, давай, 8-8. 8. А этого мы спасли, получается. Ну, да. Так мы еще и перезарядились, пожалуйста. На. Вот так вот. Мы им сейчас дадим бой, блин. Так, у нас тут этот горит, вообще-то, человек. По имени Цеза. Так, ты беги сюда в центр. Даже не в центр. Надо отходить дальше. Надо отходить, прятаться. Видите, что творится, да? Правда, мы хорошо спрятались тут огонь. Везде мы спрятались. Давай сюда. Так, это публий. Публий, публий. Хренублей. Так, потуши вот этого парня. Модестин, не через огонь, пожалуйста. Вот так вот, все. Этот горит в крови. Ничего не поделаешь. Так, этот сейчас начнет бить кого? А у нас щит. Скользящий. Вот там внизу сейчас залезет очень мощный парень. Пипец, он их поднимает. Я охреневая просто в их собранности. Вот этот залезет, да. Мы открыли лестницу, и поэтому проблемы. Там лучник, там стоять нельзя было. Этот стал защиту. Пипец просто. С любой точки бьет, блин. Я так стрелять не умею, нахрен. Вот где бы он ни стоял. Внизине, вверху. В любой точке стреляет, нафиг. И попадает точно в доктора, блин. Доктора нахрен попробуй найти. А он попадает в доктора. Подона. Ну что он будет делать? Шесть очков здоровья. Да плохо дело, конечно. Этот в защите глухой. Нам надо отходить по чуть-чуть вбок. Сейчас мы этого подонка... О, этот тут. Ой-ой-ой. Тогда сделаем по-умному. Выйдем сюда. Нам надо этого снять. Действие этого восстановлено. Так, а смысл? А смысл-то этого действия? Так. Выходи второй лучник. Бомбей. Это не лучник. Нам надо этого зарезать. Как свинью. Ибо он очень мощный. Давай попробуем. Сколько у него? Восемь здоровья. Я снимаю. Я снимаю восемь. Иди заходи с этой стороны. А что так мало? У тебя было больше. 7, 8, 9, 14. А, 100%. Давай попробуем. 6, 8. Это ни о чем вообще-то, если что. 7, 10. Со скользящей будет, наверное, 3, 5. Вообще ни о чем. Да, доспех сделал свое дело. Позорное. 8, 12. Ну, убей его, нахрен. Годится. Можем и так ее пропердолить. Хорошо. Теперь беги назад. Так, есть. Иди сюда. Иди сюда. Нет, ты иди сюда. А он сюда не дойдет. Нам надо, кстати, прикрыть тылы. Чтобы их не поднимали, мать его. Этот закрыт. Этот не закрыт. Это надо... А этого сколько здоровья? 11. 11. Если 8, 11. 3. Все равно будет атаковать, зараза. Ладно, давай этого. Два скользящих. Плохое дело. Плохо. Все очень плохо. Даже если я сюда выйду, то я его убью, в принципе. Привет. Да. Ну, все. Это сейчас дойдет. Я могу только его прикрыть, конечно. Чтобы его не убил вот этот вот щит. Этот может, но нечем. Ящики пусты. Ну, спрячься хотя бы. Доктора надо спасать. Там, не знаю. Поехали. Эх, чё, что ты не вздыхаешь-то, уродина? Щит плюс 6. Осторожно, лучник идет. В доктора? Нет, не в доктора. А вот доктора как пипец просто. Ну, доктор это, я не знаю. Ни камни его не останавливают, нахрен. Ни щиты, ни скалы, ни небесный свет какой-то. Его проткнут с любой точки, блин. Через текстуры проткнут, нафиг. Я охренею просто. Да, его поднять надо, вообще-то. Чтобы он потушил вот этого. Ну, так все хорошо. Он щит восстановил? Конечно. 8-10. Давай. Есть такое дело? Давай. 5 скользящего. Это ужас какой-то, нахрен. С этой броней, блин. 7. Мы его убьем сегодня, нет? Сомневаюсь. 7-10. Сломанный щит. Удар головой. Этот уже близко. 6 урона. Сколько у него? 20. Прелесть. Так эти нас сейчас просто убьют. Я могу выбежать сюда и убить того чувака. Так он меня ударит. Да, нельзя. Нельзя. Потому что он меня выбьет, этот, с рук. Все. Хотя бы со щитом уложили, блин. Ну, прячься, не знаю. Прячься сюда. Этот валяется. Скоро помрет. Бегите сюда. Будем здесь прятаться. Там с луком идет один. Хрен. Этот горит. Что, прикрыть, что ли, пойти? 30 здоровья. Да прикрой. Встретим его здесь. Ну, давай попробуем. Все, он умер. Алло. Сборщик на воле погибает, перекрой. Осталось 4 хода. Просто пойти добить. Может, сможем? Отлично. Нормально. Пусть горит. У меня в глазах что-то там. Несы у нас в всех глазах что-то здесь. Так. Иди. Подними его. Сможешь поднять? Купирую его хотя бы, чтобы он не помер. Лекаря. Не, поднять я ему не можем. Может, центурионы. Ой, не центурионы, а эти юниоры, блин. А этот не добежит сейчас. Далеко. Вот пипец. Вот этого убить бы. Так, нечем. 7-10 рубящего. На несколько целей. На каких нет? Должен быть, чем на 1 гекс. А у меня нет нескольких целей. Могу головой ударить. Я ослаблен врагам 50%. Что нам делать? Я бы мог стрельнуть, убить вот этого парня. Но я не добегу до него. Ну, давай как можем. 8 урона. Это до хрена. Ну, мы попробуем сюда. Так, нет, лучше. Ой, лучше его убить уже. Это кто? Это два лучника. Мне просто выйти вот на эту линию и просто его застрелить. Мы сможем продержаться это время? Думаю, сможем. А если я сюда выйду? Сейчас напишут. Ты не можешь это сделать. Ну, стрельнешь в соседа. Давай. Можешь его убить, нет? Убить... О, давай. Устранить оставшийся головорезов. Ну, это очень круто, да. Это очень здорово. Собственно, я это и ожидал, конечно. Ну, а что делать? Боже за. Конечно, мы выживем-то, а. Ну, тут часть разбежались, конечно. 6-7. 66% на успех, 6 урона. Ну, все, что могли. Так, этот в глухой защите. Ничего мы здесь не сделаем. Могу, конечно, попробовать пробить сокрушение, но это вряд ли поможет. Ремонт счета. 5-8-3. Да, включай. Временное снаряжение. Не знаю, что я сделал. Наверное, что-то полезное. Так, иди за него. Ты иди за прикрытием. Сюда встань, да и все. Все, пока стоим, ждем. Остальных головорезов это же... Пипец, как ты через камень бьешь? Ну, люди же добрые, ну, где же камень? Ну, я все понимаю, люди, товарищи. Ну, давайте уже, конечно, делать серьезные игры-то, да, в 21-м году. Ну, твою ж мать. Ну, смотрите, ну как он попал сюда, через вот этот вот пробел. Вот как они действуют. Разработчик, тебя заставить играть в твою же игру? Хочешь, я тебя заставлю, блин. Начинается. Он просто не играл еще. Он не знает, что у него стрелы летят. Через скалы летят стрелы у него. Как они пролетают? У меня такого не получается. Почему игра однобокая? Охренеть. Простите. Бомбей напал, простите. Так, выпивай его. Есть. Разворачивайся. Мы этого устраним головореза. 13 рубящего. Давай сможем. Три скользящего. Ни хера мы не сможем с вами. Ну, как обычно, собственно. 5 урона. Подожги его нафиг. 2 урона. 9. Ну-ну. Прячьтесь. Сейчас будет больно. Сейчас будет нас стрелять. Этого надо еще поднять, успеть. Чтобы он не помер. Ну, кто помер у нас там. И это не наш. Нет, это не наш. А этот сейчас будет бить с любой точки. Смотрите. Не, он все. Он понял, что уже нет шансов. Нет. Так, 4. Тут надо сбить с него щит. Никак. Щит сбили. Убей его. Есть. Поднимите этого чувака. Купируйте цель. Есть. Ну, че, сможем его? Он там замер. Сейчас вам покажу. Кусики, ну бабушка. Ну, давай ему. В ногу. А ты думал, овечи получите. 17 крита, да? Он истечет сам кровью. Но, правда, мы получим тоже, я чувствую. Подожди, а есть как прикрыть? Впереди можешь встать? Давай. Цезарь, вперед. Поднять мы никого не можем. Нас докторов нет. Ну, и что он будет делать? А он будет бить через человека со щитом. Так все делают? Ладно, иди, человек со щитом. Убей эту сволочь. Будет идти убивать человека со щитом. Я не могу так стрельнуть. Он может. Он все может. Все. Мы что, выжили, да? Охренеть. Два ранения. Бомбей. Ну, конечно, усмирение региона. Это совсем не малая Азия. Уж поверьте мне. Далеко не малая. И далеко не Азия. Ой. А что не поднять вот сейчас вот? А, они все подняты уже. Все они. Все на ногах. Все нормально. Сильно не волнуемся. Давай, поживимся. Деньжатами. Сундучатами. О, сосуд с маслом. Еще сделаем один огонь. Еды набрали. Тут мин хоть нет? Надеюсь, что нет. Раненый пошел собирать. Столько ящиков, а поживиться нечем. Ароматные травы зато есть. Ох ты, сегментированный шлем. Что-то новенькое. Улучшенный. На семерочку. Все. Или что-то упустили. Да вроде нормально. Наверное. Ну, сливается песок. Может и скрытой что-то быть. Да, сильно нас потрепало. Чего сейчас не набрать факелов? Вот скажите. Сейчас бы взял, набрал факелов. Так. Инвентарь. Что новенького? Квинтили Бубулкусу намекают, что у него есть меч поинтересней. Ну, меч-то реально поинтересней. Ну, у меня что-то там с фокусом. Ждем плавильню. Что это за копье такое оторвал? Ничего себе, 70 урона нормальная. Кому-то нужен щит там, я не знаю. Меч. Мой, кстати. 6, 9, 6, 8. Да там получше бонусы. Думаю, не котируется. Могу кому-то подарить. Этой тоже нельзя менять. Ее надо улучшать. Да нет же. О. Ого. А у меня что, хуже шлем? А, я его не могу носить. Его только может носить кто? Где Нира? Подожди. А что у вас? Можешь лучше. Давайте Дианире его дадим. У нее вообще там просто сопротивление. А тут струба еще. Здоровье. Дианир, давайте я дам ее. Пожалуйста. Тебе не нужен... Он нужен. 2, 2. Два одинаковых. Ну, Дианире... Цеза и так танк. Давайте распределим наши эти. А Дианира поделилась. Вот. Теперь этот мистер Щетка. Так. Выключи. Мне лук надо создать. Несколько луков надо нормальных создать. Это не годится. Это раненый. Это еще хуже. Меч. 6, 8. 10, 6, 9. Ну, это... Блин. Я с таким мечом ходил. Я. На этот лагерь я сидел. Снова счастье. Битва была суровейшая. Что мы еще оторвали? Не пойму. Мы оторвали еще кусок ароматных трав. На кое они нужны. Не знаю. Вот еще что можно сделать. Или чертеж надо найти. Вообще не знаю. Фух. Выжили. Сектор завоеван. Четвертый. Кажешь, тяжело даются эти сектора в Африке. Это что-то с чем-то. Четвертый, пятый. Ну, я думаю, переход на вступление принесет нам один сектор. Потому что там один из врагов. Поэтому, да. Спешить пока не будем. И его отбить сейчас попытается враг. Поэтому надо быстро сделать сохраненницу. Захватить вот это. Не раздумывая. Да все захватить. Все пригодится. Захватить вот это не раздумывая. 22 легионера вернулись. 27 сдохли. Тут деньжат сорвать. Модестин получает серьезную травму без лечения. Он умрет. Я и забыл. Модестин. Ого. У вас в больницу вообще-то надо было. Так. Модестина мы сразу же лечим. А этих ребят гионера тоже может. Степень. Ноль дней. Ноль дней. Это надо их всех в лагерь. Сейчас попробуем. Новые рекруты доступны. Наконец. Сейчас посмотрим, кого-то там привели. Посмотрим. Я и забыл, что у меня два раненых. Они у меня там кровью, кажется, истекают. А нехрен валяться. Дени попади. Плетарианцы. Так. Люди. Мне нужно что? Что здесь у нас показано? Типа я могу что-то прокачать? Да мы взяли там, в принципе, каменоловню только. А, новые рекруты. Луций, Фабий. Их с нуля надо качать. Что это за хрень? Собственно, какие этих? Титпула. Лучник. Пипец. Их с нуля. Реально надо закачивать всех. Раздражение. Раздражение. Равнодушие. Равнодушие. Но не шестого уровня. А этот фирменный. А того я поменял, да, получается? Раздражение. Раздражение. Урсул. Логистика и мечи. За 175. Пятый уровень. Тут шестой. Нерешительность. Щиты. Щиты. Луки. Ну, он третий уровень. Артиллерия и лекарь. Щит и меч. Руф. Давайте Руфа возьмем. Руф. Центурион. За 200. Ну, давай, шестой уровень. Все, у нас появился еще один. Самый опытный у нас сдох. Ну, бывает, да. Снайпер долбанный попал. Так, госпиталь. Давай их сразу сюда. Что это такое у нас? Занят. В смысле занят. Больных мы сейчас переведем. У нас госпиталь теперь лечит очень быстро. Это самый быстрый, самый мощный госпиталь. Это вообще при смерти практически. Все, все не заняты. Все свободны. Мы их положили. И они тут теперь у нас. Лекарь лечится. Ну, замечательно. Так, улучшение. Что мы можем сделать? Да нифига мы не сможем сделать. Я могу мастерскую пройти. И пройти сюда. Мне нужна ферма. А здесь мне нужна лесопилка. Тут у меня лесопилка. Она мне в любом случае сюда надо проходить. В любом случае надо сюда проходить. Потому что это я не открою. Путь закрыт до плавильни. Чтобы улучшить свой меч. Да. А по этому пути уже поздно идти. А, так тут все равно прокачивать пришлось бы. Вот тут. В любом случае прокачивать. То есть не сможешь прокачать третий. Да, давайте мастерскую в любом случае построим. Оставьте здесь притерянцы, чтобы открыть новые тактики. Ну, давай. Мастерскую построил. А здесь мне не хватает лесопилки и фермы. Замечательно. А потом еще вот это. Ой, это не скоро будет. Я прям чувствую. Мастерская первого уровня. Назначение. Оставьте здесь притерянцы, чтобы открыть новые боевые тактики. Иди. Открывай новые боевые тактики. Хренактики. Короче, ты мне не нужен третий уровень. Будешь здесь сидеть. Понял? Я через 25 часов спрошу. Тактики второго уровня. Тактики второго уровня. Может, сантурионы перестанут дохнуть. Возможно. Все, мы все сделали. Все, что могли. Пошли огонь восстановимся. Не огонь. Нас бы, наверное, шлепнули бы. Сто процентов бы шлепнули. Так. Не надо нам пополнить наши войска. Они скоро нападут. Так. Отряд восполнить. Сколько там мне надо? У меня надо на 1399. Давай. У меня было полностью войско готово. Укомплектованное. И самое мощное. Самое замечательное. Потому что сантурионами опять неопытные. Их обнулили. Их спустили в унитаз. Самого опытного. Мне надо помер какой-то другой. Так. Давай сделаем сосуд с огнем. Он выручает нас периодически. Ну и я думаю пока хватит на сегодня. Смирение Англии. Англии. Пупи. Да. Реально уже хватит. Я уже в Англии. Африки уже. Вы сами понимаете. Это не Азия. Здесь настолько серьезные бои. Еще ослабленным войском нашим составом. Вот эти притарианцы. Это лучше не представишь. Вкладывал силы в основное войско. А большинство времени боев проводишь вторым войском. Второстепенным. Вот это подход к системе. Играешь ослабленным. Потому что сильный ты в любом случае победишь. Ну ладно. Ладно как скажете. Все друзья. У нас с вами все хорошо складывается. Если бы не помер бы Центурион. Вообще все хорошо было. Последний регион у нас будет после вот этого. Перехода в наступление. Думаю мы закроем эту тему. И получится потом до девяти. Мне кажется. Еще девять регионов. Но собственно по прокачке так оно и должно быть. Потому что прокачку мы не закончим. Если еще не будет где-то десяти регионов как минимум. А это точно десять регионов. Потому что здесь нам надо две. Это один регион допустим. Здесь нужно еще четыре. Это два региона. И здесь нам нужно еще четыре. Это тоже еще примерно два региона. То есть пять регионов. Десять. Но еще плюс-минус вариации. Где-то двенадцать-тринадцать регионов в Африке тоже будет. Если мы идем по одной ветке, чтобы добраться до плавильни. Плавильни это вообще, это просто нереальное что-то, до чего нужно дойти в этой игре, чтобы улучшить свой меч до третьего уровня и при этом практически не участвовать в боях, потому что в боях участвуют притарианцы. А ты просто смотришь со своим мечом, крутыми доспехами, как притарианцы пытаются выжить, валяясь в дерьме. Их там бьют, кому не лень. Они даже вылечиться не могут. Ну не могут они вылечиться, но нету лекаря у нас. Нет, я могу, конечно, Синераса туда отправить, но так Ацеза, кто будет держать удар. Хотя бы двоих отправить бы с основного войска. Двоих, лекаря и со щитом чувака. Или Диониру Чувиху, или Цеза чувака. Нет, все равно одного. Либо доктор, либо со щитом. Вот выбирай. Сложная задача. Ладно, друзья, все, спасибо всем, кто смотрел. С вами был Дмитрий, канал Шедвиль. Л-Плей до новых серий. В экспедиции в Рим будем по Африке. Ездит на верблюдах. Пока.